КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Год таких у нас очень важных столетних, даже я бы сказала, экзистенциально важных столетних дат. И эта конференция, так сказать, задумывалась как некоторый вход в этот год, потому что я думаю, что все вы увидели по программе, что поставили себе такую, не побоюсь этого слова, амбициозную задачу, посмотреть, что у нас происходит на этом поле исторической памяти, я бы сказала, на этом рынке исторической памяти. Потому что и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. И тут, как всегда, у нас есть две вещи, одна хорошая, другая плохая. И если начать с плохой, то все мы понимаем, что в чем тут дело, почему если в конце 90-х годов ни у кого, ну здесь есть, слава богу, люди, которые этого не помнят, но есть люди, которые это прекрасно помнят, само слово сочетание, там, не знаю, историческая память, да вообще прошлое, навевало сразу просто страшную скуку, или мгновенно сочеталось как-то со словом ностальгия, какие-нибудь там старые песни, которые появились о главном или о неглавном. Но во всяком случае этим никто у нас здесь, по сравнению с Германией, особенно не интересовался. За эти годы произошло в этом смысле нечто совершенно невероятное, и это все усиливается и усиливается буквально просто на наших глазах. Самым разным образом это пространство наполняется и в искусстве, которая тоже, между прочим, в 90-е годы на все на это кривилась, и на всякую эту историческую память, на всякое это прошлое, на разговоры о прошлом и так далее. И давайте пусть это будут у нас какие-то сталинские пирамиды, и это все были уже какие-то красные фараоны, которые куда-то там делись, и никто их, в общем, вспоминать уже не хочет и не должен. Вот тут произошло такое, у нас просто, я бы сказала, прям такой взрыв. И более того, чем менее доступны становятся архивы, во всяком случае в России, они действительно становятся, если говорить о 20 веке, все менее доступными, тем все более доступными становятся архивы в интернете, которые просто вот такое создают, там целое такое, и очень это быстро происходит, вот такой вот настоящий, такой огромный массив вещей, связанных с прошлым. И я повторяю, что плохое, и значит, вот это вот плохое заключается, конечно, в том, что мы все прекрасно с вами понимаем, что мы не случайно тут собрались, и не случайно просто, мы не только от этого прошлого не можем никак отделаться, а просто, так сказать, в него буквально с каждым днем погружаемся все больше и больше. А почему, я думаю, мы сегодня будем об этом говорить, да, и будем говорить о том, значит, вот и о тех, кто создает этот рынок исторической памяти, и что чрезвычайно важно, кто и каким образом это потребляет, и для чего, и для чего это потребляется. Вот, давайте мы начнем работать, и давайте мы посмотрим на это поле, все эти два дня на это поле исторической брани, кто его чем усеял, и как нам с этим разбираться. И еще раз я, значит, всех вас тут приветствую и поздравляю. Здравствуйте, уважаемые гости, меня зовут Артем Кравченко, я из лаборатории публичной истории, я, видимо, буду модерировать первую секцию, но прежде чем перейти, собственно, к ее работе, я хотел буквально несколько слов сказать о структуре того, что здесь будет происходить, и о некоторых общих замыслах. Ирина Лазаревна уже ввела метафору поля, с которым нужно что-то делать, где нужно что-то сеять, или разбрасывать, да, где нужно что-то сеять или разбрасывать. И мне кажется, что для нас сейчас, в общем, для всех секций эта метафора довольно важная, потому что исходно, когда мы думали об этой конференции, думали мы довольно, так скажем, быстро, и, в общем, при этом весьма спонтанно, за что мы приносим свои извинения, я от себя лично, во всяком случае, приношу извинения и от технических организаторов, потому что, конечно, у нас были разного рода технические недоработки, мы не всегда оперативно отвечали на ваши вопросы. Призываю вас снисходительно на это смотреть. Теперь, собственно, о том, как будет устроена работа конференции, я хотел обратить внимание, собственно, на два момента. Один из них заключается в том, что в какой-то момент мы разделимся на две площадки. Это, в общем, понятно, я думаю, по программе, но на всякий случай проговорю это. Круглые столы, которые указаны в программе, будут происходить не здесь, не на территории Международного мемориала, а будут происходить по соседству, буквально вот здесь, даже не за углом, а, наверное, в 50 метрах. И здесь, видимо, тем, кто захочет остаться, придется совершать драматический выбор между работой одной секции и работой круглых столов. Второй, скорее, обращен к людям, которые смотрят нас в сети, если таковые есть, а сейчас идет трансляция в YouTube. И он заключается в том, что мы будем транслировать работу всех секций в YouTube, и по указанным ссылкам можно будет это просматривать. Что касается круглых столоров, то мы отдельно еще их отснимем, и потом разместим их материалы тоже в интернете, и тот, кто заинтересован, сможет их посмотреть. То есть, в общем, в каком-то смысле можно будет оказаться в двух местах одновременно, при желании. И последний вопрос, он не совсем технический, он скорее о том, как мы пытались собирать секции этой конференции. Дело в том, что для лаборатории публичной истории, и в этом мемориал нас очень поддержал, он был нашим союзником, было довольно важно попытаться иногда собирать секции не слишком гомогенно, а пытаться включать туда людей, так скажем, с разным опытом, с разным бэкграундом и немножко с разной повесткой. Потому что если говорить и о публичном пространстве, которому отсылает публичная история в названии лаборатории, и о рынке исторического сознания, которому отсылает, собственно, название конференции, то, пожалуй, эти образы обвиняют то, что это довольно свободное и разнообразно устроенное пространство. И в этом пространстве обычно оказываются люди, не связанные с какой-то одной институцией или типом институции. Поэтому нам показалось важно иногда в порядке эксперимента или какой-то попытки найти новые точки соприкосновения, составлять работу секции так, чтобы там оказывались люди немножко разные. И мы очень надеемся, надежда, возможно, не всегда сбыточная, но немножко утопическая. Мы очень надеемся, что, несмотря ни на это, мы сможем найти в рамках работы секции какие-то общие точки соприкосновения, не пересториться друг с другом. И, возможно, если не найти общие ответы на какие-то вопросы, что совсем уж утопично, то хотя бы попытаться нащупать общие вопросы в разговоре в рамках разных секций. И мне кажется, это вот такая сверхзадача, которая перед нами сегодня стоит, это попытаться на каком-то общем языке понять и увидеть общие вопросы, которые разные люди опрокидывают в то поле, о котором мы будем говорить. Здесь я хотел бы, наверное, перейти к работе первой секции. Она называется «История воплоти». Я бы, наверное, попросил тех людей к табличке, которых уже стоят здесь, появиться в продолжение образа некоторого поля, где мы все с вами оказались, и выхода из-за каких-то стен в пространство этого поля. Я хотел бы обратиться к тому образу, к которому я обращаюсь, когда говорю не только я, а, в общем-то, все, кто говорит о публичной истории. Это образ выхода академических историков за пределы академии из-за какой-то стены. То есть есть образ замка, простите, башни из слоновой кости, который очень часто используется при описании практик паблик-истори. И при выходе за эти стены, как мне кажется, всегда возникает очень много проблем. Потому что в каком-то смысле это выход, простите, но из-за некоторой резервации. И вот одна из тех проблем, про которые нам хотелось бы поговорить, которые нам кажутся важны, она связана с тем, что история, разумеется, осуществляется далеко не только через интеллектуальные практики, а очень часто через практики, связанные с реэнэкломатом, каким-то воплощением чего-либо. И нам кажется, что на сегодня в России эти практики очень мало осмысляются. И более того, мы очень мало о них знаем в принципе. Между тем, они явно такого осмысления, во всяком случае какого-то разговора, составление дорожной карты требуют. И здесь, как мне кажется, я хотел бы на этом заострить внимание, ключевая проблема заключается в том, что вот это вот воплощение, воплоти, как указано в названии секции, оно подразумевает некоторые практики совершенно нового рода, которые требуют новые инструментарии для того, чтобы понять, как с ними вообще иметь дело. Мы очень мало о них знаем. Мы, оказываясь за этими условными академическими стенами в пространстве реэнэкмента или в пространстве какой-либо формы воплощения истории, очень приблизительно обычно представляем себе, как нам к этому относиться в принципе. И я, когда ехал сюда, пытался себе ответить на вопрос, какое чувство обычно возникает, поскольку идти от интеллектуальных образов перейти к чувствительным. Какое чувство обычно возникает при столкновении с какими-то необычными практиками воплощения истории самого разного рода. И вот по моим наблюдениям у людей, выходящих из академических стен, вот таким первым позывом это является ощущение удивления и даже некоторое чувство, что человек опешил. Потом происходит что-то другое. Он пытается осмыслять это через интеллектуальные инструменты или начинает дистанцироваться от этого. Мне кажется, что дистанцироваться все-таки не стоит, а стоит пытаться понять, как это работает, и при этом сохранять некоторую интеллектуальную открытость, потому что, мне кажется, последствия этого чувства удивления очень часто является очень жестким острокизм любого явления, который не укладывается, грубо говоря, в академические рамки. А между тем, мне кажется, телесность, и об этом, конечно, на Западе думают гораздо больше, и вещественность, оно дает какие-то совершенно другие возможности для взаимодействия с прошлым. Возможности, возможно, опасные. Но, тем не менее, эти возможности сами по себе, наверное, не хуже и не лучше, чем интеллектуальные инструменты, которыми мы обычно пользуемся, когда говорим о прошлом. И на этом месте я, наверное, хотел бы замолчать и передать слово первому докладчику. Простите, я буду представлять без отчества докладчиков. Это Анна Кирзюк и доклад «Война как праздник», «Праздник как война», перформативной коммеморации Дня Победы. Итак, я представляю исследование целого коллектива авторов. Двое из них присутствуют в зале. И мы все относимся к исследовательской группе, группе мониторинга актуального фольклора. В последнее время, в последние несколько лет мы видим, как формы празднования Дня Победы изменились. Так, на улицах городов мы видим людей в военной форме, людей, которые выходят с портретами своих родственников на акцию «Бессмертный полк», людей, которые прикрепляют георгиевские ленточки и ордена на свою одежду. Мы называем все эти практики практиками перформативной коммеморации. И что мы подразумеваем под этим словосочетанием? Мы опираемся на несколько теоретических положений, в частности, на теорию речевых актов Джона Остина, который выделял особый вид высказываний перформативных, не описывающих реальность, а меняющих ее. Затем понятие перформативности Остина было использовано в социальной теории, где стали говорить о том, что социальные нормы являются результатом приобретенного перформативного знания. И теория перформативности используется в теориях современного искусства, где перформативность обозначает телесность плюс публичность действия. Художник-акционист совершает со своим телом некие шокирующие манипуляции и тем самым провоцирует ответную реакцию публики, как бы вынуждая их принять участие в акции. Таким образом мы называем перформативными практики, в которых вербальный компонент отсутствует или сведен к нулю. Эти практики подразумевают телесные усилия. В предельных случаях это создание идентичности через телесное воплощение. И мы считаем, что мы должны прочитать такие действия, как сообщения, которые имеют некоторое коммуникативное задание. И также мы используем такое понятие, как сила высказывания. Сила высказывания измеряется, во-первых, в способности сообщения привлекать внимание аудитории, как позитивное, так и негативное. И по этому параметру в качестве наиболее сильных мы рассматриваем высказывания, способные вызвать ответную реакцию со стороны адресата. Также сила высказывания – это количество усилий, затраченных на создание сообщения, а также это телесность исполнения. И по этому параметру наиболее сильными высказываниями будут разные формы воплощения телом, переодевания, нанесения знаков на тело и так далее. Мы опирались на такой материал. Мы проводили включенные наблюдения на городских праздниках в Москве, в Петербурге, в Севастополе. Мы провели письменный опрос участников акции «Бессмертный полк», взяли несколько интервью у участников акции и проводили мониторинг социальных сетей, интернет-СМИ в 2015 и 2016 году. И что мы сразу же увидели, анализируя все эти практики, перформативные коммеморации, мы увидели, что они все имеют разную прагматику. И вот перед вами табличка, она у вас есть в руках, где все эти практики классифицированы по нескольким параметрам. И так мы видим, что они формируются в диапазоне от символической солидарности до символической агрессии. Они могут быть фамильными, гражданскими, и они могут реализовываться в индивидуальных и в коллективных действиях. И сейчас я кратко расскажу о каждом виде таких практик, двигаясь от наиболее слабых к наиболее сильным. Практики фамильной солидарности это выражение солидарности с воевавшими родственниками. Например, это пост о своем дедушке в Facebook, это ленточка на портрете или на могиле родственника фронтовика. И что мы здесь видим нового? Мы видим, что в традиционную форму семейного поминовения включается демонстративная память. Мы не просто вспоминаем, но мы стараемся продемонстрировать. Не просто «я помню», а «посмотрите все, как я помню». И в случае поста в Facebook, например, мы демонстрируем свою память своей референтной группе и призываем ее к ответным действиям такого же рода. Практики гражданской солидарности это выражение солидарности не со своими родственниками, но с группой фронтовиков в целом. Это, например, прикрепление георгиевских ленточек на повседневную одежду, на памятники, на автомобили и так далее. И мы видим, что знаки такой солидарности в 2015 году, например, георгиевские ленты теряют привязку к праздничному времени и пространству. Так, например, некоторые наши информанты говорят о том, что они ходили с георгиевской лентой в течение всего мая, или, например, мы ее георгиевскую ленту не снимаем даже сейчас, потому что очень гордимся этим. И еще более сильным высказыванием являются практики фамильной коллективной идентификации. Собственно, это акция «Бессмертный полк». На акцию «Бессмертный полк» участник приходит с портретом своего родственника и тем самым демонстрирует свою причастность к поколению фронтовиков. но в отдельных случаях он усиливает эту свою идентификацию телесным образом и одевает какие-то элементы военной формы или же надевает полную форму 40-х годов. Так, 15% из всех опрошенных участников акции «Бессмертный полк» использовали во время шествия какие-то элементы военной одежды. При этом заметно стремление одевать военную форму именно детей. Видимо, таким образом достигается эффект демонстрации связи поколений. «Мой сын, правнук тех, кто изображен на портретах «Бессмертного полка», был в аутентичной военной форме». Заметим, что в этом случае аутентичность, к которой часто апеллируют коммерческие предложения такой продукции, обозначает дословную реконструкцию формы. Но в предельных случаях под аутентичностью понимается демонстрация действительной формы воевавшего родственника. Вот, например, как мы видим на этой фотографии, где мужчина, участник «Бессмертного полка» в Москве, демонстрирует другим участникам военную форму своего дедушки. И что в результате получают участники этой акции в результате всех этих телесных усилий? Они испытывают ощущение того, что предки с ними, они испытывают, я цитирую, чувство единения не по крови, а по духу, чувство гордости, что я иду победным маршем вместе со своим дедом, незабываемое чувство радости и гордости, что мой папа и дедушка вместе со мной были на Красной площади в День Победы. Или же они чувствуют себя частью народа, они испытывают чувство единения с другими людьми, они чувствуют, что народ всё-таки есть. И в отдельных случаях эти ощущения столь сильны, что они описываются в терминах религиозного экстаза. Как, например, одна информантка описывает это ощущение, «Да простит меня Господь, но это чувство можно сравнить с чувством после исповеди и причастия, чувства огромного единения всего народа. Здесь понимаешь, что ты частичка огромного и великого народа». И всё перечисленное представляет собой не просто перформативный акт воспоминания и действиям, но ритуал, близкий к культу предков. И, как правило, такие ритуалы имеют определённую социальную функцию. Мы переживаем единство и поддерживаем единство сообщества не только связями в настоящем, но и в прошлом. И согласно проведённому опросу, 11 респондентов чувствовали во время шествия своё единство с предками, а 37% чувствовали единение с народом. Все были своими, все были вместе. И, возможно, поэтому акция «Бессмертный полк» оказалась настолько востребованной. Однако в последние годы развиваются не только практики солидарности и идентификации, но также практики символической агрессии, которые заключаются в том, что группа людей символически воспроизводит ситуацию успешной войны и стремятся как бы символически повторить победу. Всем известны индивидуальные практики такого рода. Это наклейки и надписи на автомобилях. Можем повторить на Берлин, трофейное, за Родину и так далее. Коллективные практики такого рода — это так называемые «Автопробеги Победы», в процессе которого участники автопробега или совершают поездку по маршруту победителей, то есть едут до Берлина, или же они едут по своему городу-региону, но при этом украшают свои машины вот такими воинственными надписями, типа «За немками», «Красными звёздами» и так далее. Мы видим, что эта практика существовала в середине 2000-х годов, однако именно в 2015 году количество её упоминаний в СМИ резко возрастает. Сейчас я постараюсь показать, как эти практики прочитываются извне и какую они реакцию вызывают у другой части общества. В преддверии праздничных дней в мае в Рунете разгорается так называемая «война за войну», то есть чрезвычайно жаркие дискуссии о том, как следует праздновать 9 мая, о том, как следует вспоминать победу и войну. Появляются два воображаемых в смысле Бенедикта Андерсона сообщества, которые собираются вместе в преддверии праздника и производят однотипные высказывания о войне или победе. Представители сообщества 1 идентифицируют себя с победителями и участвуют в практиках перформативной коммеморации. Участники сообщества 2 осуждают такие практики и идентифицируют себя с жертвами войны. Сообщество 2 стремится дистанцироваться от сообщества 1 через осмеяние. Например, размещает на страницах соцсетей фотографии символического мира противника с уничижительными комментариями, как вы видите, например, на фотографиях. Вот этот конфликт поддерживается тем, что символика войны имеет неоднозначную прагматику. И самым ярким примером такого символа с неоднозначной прагматикой является георгиевская лента. Ее первая прагматика – это выражение солидарности с воевавшими. Мы надели георгиевские ленточки как символ памяти и уважение тем, кто прошел через войну. Если функция ленточки сводится к этой прагматике, то ее использование в публичных акциях может казаться людям неуместным. Но у георгиевской ленточки есть и другая прагматика. Это поддержка государственной политики и демонстрация связи памяти о войне и патриотизма. И в 2014 году две эти прагматики приходят в острый конфликт. Мы носили георгиевские ленточки до прошлого года, но теперь, когда она приобрела яркое политическое значение, носить ее не хочется. Отношение после георгиевской ленточки поменялось после событий в Крыму, говорят нам информанты. Помимо этого, георгиевская ленточка обладает неопределенно положительной семантикой, и поэтому она может появляться в самых разных контекстах, никак не связанных ни с победой, ни с войной, ни с госполитикой, в самых разных контекстах, в том числе сниженных. Участники сообщества 2 замечают такие случаи использования георгиевской ленты в сниженном контексте и демонстрируют такие случаи, и их высмеивают. Сообщество 1 реагирует на это ответными насмешками и тем, что производит некоторые инструкции по правильному применению георгиевской ленты, по тому, как ее следует носить правильным образом. И таким образом сообщество 2 становится как бы ревнителем чистоты праздничных символов. Его представители не только стремятся поддерживать высокий код о войне в публичных репрезентациях, но и порицают, и высмеивают смешение кодов. Их оружием в войне за войну становится или моральное осуждение, или насмешки. Так, например, один пользователь ЖЖ возмущается тем, что все еще не принят закон об уголовной ответственности за кощунство над Днем Победы, над символами. И акция «Бессмертный полк» является довольно характерным примером совмещения конфликта этих двух прагматик – фамильной коммеморации и поддержки государственной политики. И эта акция видится изнутри таким образом, как акция всенародного единства, солидарности. И члены сообщества 1 очень любят постить фотографии, в которых подчеркивается массовость этой акции, многолюдность. Но членами сообщества 2 эта акция выглядит как акция фальшивой коммеморации. Так, например, перед 9 мая 2016 года в сетях начинает распространяться такая фотография рекламного стенда в магазине «Пятерочка» со штендерами для акции, которая снабжается такой надписью. «Вы успели купить свежих детов к завтрашнему параду». Также сообщества 2 используют лингвистическое оружие против своих оппонентов и пародируют устойчивые формулы официального языка. «Как можем повторить?» или «Спасибо деду за победу». И этот конфликт в 2016 году интенсифицируется настолько, что сообщества 2 появляется свой хейт-спич, то есть неологизмы, которые позволяют максимально оскорбительно высказаться по поводу чужих символических практик. Так, на графике, например, вы видите распространение пиератива «Победа-бесия», который начинает активно использоваться интернет-пользователями в мае 2016 года. И какие из этого всего можно сделать выводы? Новую парадигму памяти о войне образуют две тенденции. Во-первых, память становится перформативной. То есть нам недостаточно сказать «мы помним» или «победа, деда, моя победа», а мы чувствуем потребность показать это максимально публично. Во-вторых, мы вспоминаем не столько войну, сколько победу. Так, участники нашего опроса, участники бессмертного полка, на вопрос о том, какие чувства вы испытывали во время акции, 60% назвали чувство гордости, 37% чувство единения с народом и 26% печаль и горечь при мысли о погибших в войне. И такие же результаты демонстрируют опросы Левада-центра. И память не о войне, а о победе приводит к стремлению не просто вспомнить, но и повторить, символически воспроизвести победу, что мы видели при анализе практик символической агрессии. И, наконец, учащается столкновение принципиально различных прагматик празднования. Фамильные перформативные формы поминовения вступают в конфликт с использованием памяти как политического оружия. И в результате смешения прагматик возникает дискурс, носители которого призывают отказаться от политизации победы и вернуться к чистой коммеморации. И все эти практики начали активно формироваться после 2014 года. И что наводит нас на мысль о том, что причина этого, видимо, заключается в желании части общества пережить победу, пережить чувство принадлежности к сильной державе. И мы не можем утверждать, но мы можем предполагать, что стремление к таким ощущениям вызвано последними событиями внешнеполитическими последних двух лет. Конфликтами аннексии Крыма, конфликтами на Украине, в Крыму. И переживание победы позволяет людям компенсировать сложные чувства, связанные с текущей внешнеполитической ситуацией. И именно такое давно потерянное чувство нашла в акции «Бессмертный полк» одна из наших информанток. Гордость за победу и чувство единения не только с теми, кто рядом в строю, но и со всей страной. То, чего давно уже не испытывали. Все. Коллеги, мы переходим в режим вопросов. Есть ли у кого-то уже сформулированное? Два комментария, наверное, связаны с моим образованием антропологическим. Меня все-таки немножко травмирует, когда люди используют такие шаблонные фразы, как «включенное наблюдение». Вопрос. Вы перформативно коммеморировались, или вы стояли и смотрели, как это делают люди? Тогда это наблюдение, а не включенное наблюдение. Все-таки здесь надо разделять. И в современной городской культуре говорить про ритуал все-таки не принято. Ритуальная практика скорее. А вопрос мой, собственно, был чудесный слайд георгиевской ленточки, где была поросюшка и храм. Это был Морской соборок Кронштадтский, насколько я понимаю, да? Потому что я видел это своими глазами вот в этом году. И у меня вот вопрос, как бы вы, попадались ли вам еще подобные вещи? То есть когда около храма появляется георгиевская ленточка? Потому что у меня есть убеждение, что я все-таки в Петербурге ни у одного храма больше вот не видел такого алтаря георгиевских ленточек. А это все-таки военный город, город моряков, и они могли вполне себе так это делать. Вам попадались подобные еще храмы вот с такими георгиевскими алтарями? И как бы вы это проинтерпетировали? Когда я была в мае, уже после Дня Победы, на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, там было очень много ленточек, повязанных на могилы, на могильной оградке. И тоже как бы была не совсем понятна семантика этого символа в данном случае, потому что часто эти ленточки были повязаны далеко не всегда на могилке фронтовиков, может быть, на могиле людей, которые просто были военными, и даже, может быть, не воевали. А вы не играли в этих ленточках? Да, мы брали интервью у людей, которые прикрепляют георгиевские ленточки к могилам, и они как бы не могут отрефлексировать, почему они это делают. Они говорят, ну как, ну он же фронтовик, ну он же военный. Есть ли третье сообщество, которое индифферентно относится ко всей вот этой проблематике, и совершенно не участвует ни в той, ни в другой группе? Да, наверняка есть люди, которые совершенно индифферентно относятся вообще к проблемам празднования 9 мая. И да, конечно, это деление на сообщество 1 и сообщество 2, оно довольно условное и схематичное. Но получается так, что если человек включается в этот дискурс о 9 мая, о победе, о войне, то он так или иначе должен или приписывать себя к позиции одного из сообществ, или как-то отталкиваться, выстраивать свой дискурс о войне, отталкиваясь от вот этих вот двух полярных позиций. Спасибо. У меня два вопроса. Первый такой, скорее методологический. Вот у вас, значит, в этой самой классификации, да, на первом слайде появились две, значит, вот эти коммеморативные формы, пост в Facebook и ленточка на памятнике родственнику. Какое значение вы придаёте очевидному различию между этими двумя формами? Потому что, ну, понятно, да, что пост в Facebook обращён, значит, да, к какому-то сообществу знакомых людей, а ленточка на память, если мы не имеем в виду только, опять-таки, публикацию фотографии памятника с ленточкой, да, где-то в соцсети, да, а просто вот реальный памятник, да, и реальную ленточку, то понятно, что это, ну, как бы сказать, коммуникативный смысл и порядок, да, этого действия совершенно другой. Это первый вопрос. И второй, по поводу выводов, вот вы, значит, да, зафиксировали возникновение вот этого дискурса, связанного с идеей деполитизации, да, такой вот, да, празднования победы, но насколько действительно можно его связывать с, ну, какими-то последними годами, потому что, в общем, дискуссия идёт всё-таки уже некоторое количество лет, по-моему, да. И есть ли ещё какие-то дискурсы, да, которые можно зафиксировать, потому что действительно мы наблюдаем какое-то очевидное изменение этого дискурсивного пространства, ну, какие тенденции здесь можно ещё увидеть? Спасибо. Что касается поста в Фейсбуке о дедушке и прикрепления георгийской ленточки к его портрету, да, здесь действительно это высказывание, обращённое к разным публикам, но оно имеет, как бы, общее задание. Это и то, и другое является демонстрацией своей причастности, как бы, своей связи с этим воевавшим родственником. И что касается второго вопроса, то действительно дискуссии о праздновании Победы, о упоминовении войны ведутся давно, наверное, с 2005 года, когда праздновался очередной юбилей. Но, как я попыталась показать, вот эти вот практики реформативной коммеморации, которые вызывают такую неоднозначную реакцию в обществе, они, если не появляются в последние два года, то становятся массовыми и популярными в последние два года. И вот этот вот дискурс, воспоминания не о войне, о победе, он работает на, как бы, официальный медийный дискурс о том, что Россия побеждает, Россия встаёт с колен и так далее. И получается так, что дискуссия по поводу празднования Дня Победы, которая была и раньше, как бы, очень активно встраивается в дискуссии по поводу актуальной политической ситуации. — Васильев Алексей, у меня, если можно, два таких небольших вопроса, теоретических, скорее. Скажите, а вот практики реформативной коммеморации, это вы выделяете какой-то отдельный вид практик? Потому что у меня есть большие сомнения. Мне кажется, что вообще любая практика публичной коммеморации, она реформативна, потому что её смыслом и является, собственно, создание идентификации определённого сообщества, легитимация определённого порядка. Ну, мне кажется, что просто неперформативной коммеморацией быть другой не может. Ну, это такой один вопрос. А второй вопрос. Ну, мне кажется, что то, что вы описали, вот это хорошо описывается термином «изобретённые традиции» Хоббсбаума. И вот каково здесь соотношение, ну, я понимаю, что это требует отдельного исследования, но какое ваше ощущение, каково здесь соотношение движения сверху со стороны власти, да, которая изобретает определённую форму традиции, ну и, соответственно, ответные реакции общества. То есть это целиком и полностью изобретённые навязанные традиции, или здесь есть некий диалог, так сказать, более массовой потребности и властного дискурса. Спасибо. На самом деле сложно с точностью определить связь между институционально навязанными практиками и тем, как они реализуются в пространстве повседневной горизонтальной коммуникации. Мы знаем, что акция «Бессмертный полк» поддерживается государством, санкционируется и поддерживается, но мы не знаем фактов, когда бы участников акции «Бессмертный полк» заставляли или призывали прийти на эту акцию в пилотках или в гимнастёрках, или одеть своих детей в военную форму. Это уже такой элемент, в общем, низового творчества и низовой инициативы, или, не знаю, прикрепить георгиевскую ленточку на портрет своего родственника. Что касается первого вопроса, то, как я сказала в начале, понятие перформативности включает в себя несколько параметров, и один из них очень важный – это параметр публичности. Поэтому, да, получается, что все публичные акции, они, в общем, перформативны. Вы учитывали американский опыт в том, как победа во Второй мировой войне сначала в Штатах вызвала движение битников, движение миролюбов, и потом хиппи, которые вообще отрицали войну, make love, not war. И это как раз было наполнено перформансами, как вы знаете, и было очень эффективным для антивоенного движения против вьетнамской войны. Это первый вопрос. Второй вопрос. 21 век – это век антимилитаризма. Все страны сокращают военные бюджеты. Есть индекс миролюбия, по которому инвесторы вкладывают деньги в ту или иную страну или регион. Вот не хотели бы вы обратить внимание на то, что Россия, по-моему, на 152-м месте в этом индексе из 180 стран. Это первое. И второе, что у нас нет инвестиций, потому что здесь считается озлобленным милитаристским населением. Сюда боятся люди приезжать с деньгами. Поэтому лично я исследую вопрос так называемой феминологии миролюбия России. То есть были у России не только войны, но были и невоенные какие-то успехи, достижения, о которых официальная история ничего не пишет. О битвах сколько угодно. А вот о том, как Ломоносов, предположим, что-то сделал для России, не военное, вот это в наших исторических исследованиях занимает мизерное место. Я прошу прощения, мы очень ограничены во времени. Можете обернуть вопрос? Я задал два вопроса. Первый, американский опыт. И второе, феминология, то есть несбыточное, но желаемое миролюбие для России. Конечно, такое сопоставление, о котором Вы сказали, с перформансами движения битников, оно было бы чрезвычайно интересно, но это тема, наверное, отдельного исследования, и пока мы этим не занимались. Ну да, в перспективе, возможно, было бы интересно этим заняться. Спасибо. Екатерина Гилёва, Новосибирск. Вопрос очень короткий. По поводу, вот были фотографии там на машинах, спасибо деду за победу, там можем повторить и так далее. Не брали ли Вы интервью у этих людей? Это первое. И мне кажется, может быть интересно вот что. Если их спрашивать прямо о том, как они рефлексируют о победе, почему они приклеили эту наклейку, это может быть один ответ. А как эта риторика связывается с их реальными жизненными практиками, с патриотическими какими-то мыслями их, с их отношением к европейской или к немецкой культуре и ко всему остальному, очень может быть, что результат будет либо противоположный, либо как-то интересно разниться. Не занимались ли этим? Да, это было бы интересно, но мы этим не занимались, и именно у этих людей мы интервью не брали. Тоже очень короткий вопрос. Если я правильно понимаю, то вот практики, которые Вы анализировали, были оффлайн, так сказать, и онлайн. И в качестве онлайн-площадок почему-то был взят на Facebook и Twitter. А собственно почему? Потому что исследователям так удобно. А почему не ВКонтакте? А почему, например, неодноклассники тоже? Потому что я, например, очень интересно было бы посмотреть анализ, как присутствует сообщество номер 2 в одноклассниках. Возможно ли о том вообще? Мы используем в качестве инструмента количественного анализа, мы используем такой сервис, как Яндекс.Блоги, который считает количество репостов текста в трех социальных сетях, в Твиттере, ВКонтакте и в ЖЖ, в AdJournal. Facebook это отдельно. Но да, одноклассники... Первые анализировали много, а вторые мало, наверное. Яндекс.Блоги не учитывают Facebook. То есть это еще техническая проблема. Да, и поэтому Facebook можно анализировать только качественным образом. Тогда речь идет о ограниченности исследования. Да, и вот графики, например, распространенности переративов. Это был график, сделанный при помощи сервиса Яндекс.Блоги, то есть это Твиттер, ВКонтакте и LiveJournal. Спасибо. Видимо, будет короткий последний вопрос, но чтобы нести некоторую интригу, я скажу, что он будет из Стамбула. Он будет в видеоформате, я так понимаю. Я думаю, что я его... Давайте, может, мы его озвучим действительно. Это будет реплика Романа Шляхтина, пятиминутная, пятисемиминутная, стена из нового кирпича. Зачем власти Стамбула восстанавливают укрепление Константинополя? То есть это будет уже про другую победу. А пока Роман озвучит вопрос, я думаю, он будет финальный после этого доклада. Хорошо. Дорогие коллеги, меня слышно, я надеюсь. У меня вопрос, касающийся двух тем озвученных докладов. Скажите, пожалуйста, как опрошенные вами участники акции «Бессмертный полк» относятся к практикам, которые вы обозначили как агрессивная коммеморация, то есть наклейки о машинах. Вы их спрашивали вообще, используют они эти наклейки или нет? Нет, мы их не спрашивали о том, используют ли они такие наклейки или нет. Мы их спрашивали о том, одевают ли они военную форму или элементы военной формы на акцию, прикрепляют ли они к портретам своих родственников георгиевские ленточки или ордена, и одевают ли они своих детей в военную форму, и какие они чувства испытывали во время этой акции. Что они делают за пределами акции, мы их не спрашивали. Да, и перейдем к вашей реплике. Я ее уже озвучил, поэтому, в общем-то, я думаю, могу просто передать вам слово. Хорошо, спасибо большое. Меня зовут Роман Шляхтин. Сегодня я византинист и в настоящий момент являюсь постдоком университета Кольща в Стамбуле, где я занимаюсь вообще исследованием византийских замков. И сегодня мой доклад будет посвящен тем практикам, которым я столкнулся во время исследования одного из главных сохранившихся византийских укреплений, а именно стен Константинополя. Роман, я на секунду прерву, просто скажу зрителям... ...корпеча, зачем власти Стамбула восстанавливают укрепление Константинополя. Титульный слайд, пожалуйста. Есть. Хорошо. Итак, стены Константинополя простираются на 6,5 километров в длину и связывают между собой берега пролива Пасфор и залива Золотой Рог. Основная линия стен была построена императором Феодосием в эпоху поздней античности. Высота стен составляет 12 метров, ширина около 5 метров. Помимо, собственно, больших стен Константинополя, которые все видели, кто были в городе, существовал еще ров, а также небольшие стены рядом. В 1453 году стены были взяты армией османского султана Мехмеда II и стоят в центре города по сей день. Слайд 2, пожалуйста. В 20 веке на стены долгое время никто не обращал внимания. Местные жители использовали их для хранения припасов, а византийские башни служили приютом для цыган, наркоманов и безработных. Пожалуйста, слайд 3. Вот так вот стена выглядит до сих пор в районе Едикулесиями башенного замка. Ситуация изменилась в 1980-х годах, когда очередной военный переворот привел к власти в Турцию правительство, заинтересованное в интеграции страны в мировую экономику. Эта интеграция развернулась на культурном фоне, и одним из плодов этой интеграции стал проект ЮНЕСКО по восстановлению стен. Однако восстановлением стен, собственно, занимались турецкие историки Византии и турецкие строители, и качество работы оставляло желать лучше. В 1999 году в Стамбуле произошло землетрясение, которое сохранило древние стены, но разрушило вот эту вот новую реконструкцию ЮНЕСКО. Это позволило уже новым властям района центра Стамбула, района Фатих, заняться византийским наследием. Расположенный в центре города Фатих является местом проживания небогатых рабочих и трудовых мигрантов из Восточной Турции, а в последнее время из Сирии. И, как часто бывает в Турции, именно этот район стал электоральной базой консервативной партии справедливости и благоденствия, которой принадлежит многолетней глава Турции Реджеп Таип Эрдага. Ярким примером прямого воздействия партии на стены можно назвать реконструкцию дворца Текфур-Сарай. Пожалуйста, слайд 4 с дворцом. Реконструкция одного из немногих сохранившихся светских поздневизантийских дворцов началась в 2004 году и затянулась аж до 2014 года. Работами занималась частная фирма, сотрудники которой сложили из кирпича новый дворец, как вы можете видеть на слайде, с лестницей, стеклопакетами и современным туалетом. Сейчас дворец в перестроенном виде продолжает играть роль туристической достопримечательности. Однако пример дворца воодушевил власти районов Атих, которые продолжают разбирать стены вокруг него, заменяя их современным лекопечами, как позже мы с вами увидим на еще одном слайде. Пока частные фирмы заняты важным делом переборка кирпича, сотрудники муниципалитета последовательно расчищают пространство вдоль византийских стен. Оно используется для создания стадионов и детских площадок. Все эти пространства украшены национальными флагами и символикой города. Пожалуйста, следующий слайд. Таким образом, достижения современной урбанистики плотно переплетаются с идеологическим присвоением пространства рядом с подозрительными византийскими стенами и превращением его в контролируемое властями общественное пространство для жителей района, которые, впрочем, активно этим не пользуются. Как вы видите на слайде, на детской площадке нет детей. Перестройка проводится в соответствии с более широкой компанией по организации новой исторической памяти, изобретения традиций, которые проводят партия справедливости и благоденствия. В 2009 году власти Стамбула открыли у ворот Табкапы, где располагались позиции османской интеллерии, панораму, посвященную событиям 1453 года. Пожалуйста, слайд с панорамы. В открытии панорамы историческим консультантом, который был профессор Феридуна Меджен, принял участие сам Реджеп Таип Радага, а также большие группы местных реконструкторов. Панорама рассказывает новую, правильную историю о взятии Константинополя, хорошо организованной армии под руководством всевластного султана. Пожалуйста, следующий слайд. Это вот часть панорамы. Вы видите там пушки и стены. Только в первый год после открытия, по официальным данным, панораму посетило более 900 тысяч человек. На иллюстрации хорошо видны стены города, при этом создается впечатление, что именно панорамы, а не труды историков, послужили образцом для современных строителей. Пожалуйста, слайд 8. Стена в районе монастыря Хора. Да, мы видим, что она похожа на стену на панораме. Те же самые стены из панорамы, с теми же самыми фантазмическими двуглавыми орлами присутствуют и в другом медиапродукте с государственным участием. В фильме «Фатих 1453» 2012 года. В этом фильме, производство которого обошлось более чем 18 миллионов долларов, рекордная для турецкого кинематографа сумма, мы снова можем видеть стены Константинополя. Пожалуйста, следующий слайд. Представляющие себя огромные кирпичные башни. Это вольни 40 метров в высоту, украшенные фантастическими флагами, обреченные византийством, угловыми орлами. В этом фильме, показать который у меня сейчас нет возможности, османская артиллерия разрушает стены и позволяет победоносному султану войти в город. Фильм оказался коммерчески успешным, собрал в прокарте более 60 миллионов долларов, а его историческим консультантом стал уже хорошо знакомый нам профессор Истанбульского университета Феридуна Меджа. Панорама и фильм позволяют современным властям Турции позиционировать себя в качестве преемников воображаемого султана, который с железной рукой победил развратную Византию с ее союзниками на не менее развратном Западе. Фактическая перестройка стен Константинополя в соответствии с визуальным нарративом панорамы у ворот Товкопы демонстрирует власть в партии справедливости и благоденствия не только над настоящим, но и над прошлым. Возведение стадионов и детских площадок позволяет современным руководителям районов Патих еще раз символически взять город и передать его нынешним жителям. У процесса переписывания стен есть масса вторичных выгод, начиная от красочных отчетов и кончая госзаказами для близких к муниципалитету фирм. Вызывает ли это негативную реакцию у жителей Стамбул? По нашим данным, ответ отрицательный. Жители военных Патих отличаются консервативными взглядами и к византийскому наследию относятся крайне настороженно. Местные позиционеры также предпочитают обходить старые стены страны. Даже во время протестов в парке Дизи лозунги сохранения византийского наследия выдвигались некоторыми участниками, но не нашли поддержки у большей части участников акции. В завершении доклада я хотел бы сфокусировать ваше внимание на том, что у переписывания стен есть, парадоксальным образом, и положительные последствия. Благодаря работам муниципалитета по расчистке и освоению пространства открываются ранее заваленные входы в башню. Методы цифровой фиксации и современные JS-технологии позволяют ученым по-новому взглянуть на историю византийской архитектуры. Специалисты используют технологии для того, чтобы познакомить жителей Стамбула с историей Константинополя. Одним из таких проектов стала выставка на границе. Пожалуйста, следующий слайд. Десять. Которую этой осенью провел Центр исследований итальянских цивилизаций университета Кочи. Популярность выставки среди образованных жителей столицы свидетельствует об интересе, который постепенно на фоне государственного нератива появляется у образованных турок к прошлому своего города. К сожалению, проект на границах и выставка является скорее исключением из правил. В массовой культуре Турции Византия пока практически отсутствует. Перед этим докладом я прошел по книжным Стамбул основным, и в большинстве из них можно найти, ну не знаю, там 5-7 переводных работ по истории империи, в то время как работы по Османской империи считают и десятками, если не сотнями, в каждом из магазинов. В этих условиях мобилизация стен партии справедливости и благоденствия дает надежду на изменение ситуации и постепенный рост интереса к вытесняемой византийской составляющей городского нарратива Стамбула. Мы надеемся, что если не современные жители Стамбула, то хотя бы их внуки и правнуки смогут по достоинству оценить величие стен Константинополя, рядом с которыми они живут. Спасибо. Завершающий слайд. Роман, а как Вы относитесь к тому, чтобы, например, восстановить таким же образом стены Китая-города и вызовет ли это такой же позитивный эффект, как Вам кажется? Вы знаете, надо будет смотреть конкретно на проект и конкретно на его исполнителя. Причем на всех этапах, начиная от археологов, которые будут работать на объекте и кончая теми, кто будет заниматься конечным исполнением и медийным освещением. То есть здесь всегда надо говорить конкретно. Скажите, пожалуйста, а Вы консультировались по Вашему исследованию с нашими востоковедами? Институт востоковедения или ИСАА, например, Институт страны Азии, Африки? Спасибо большое за вопрос. Я поддерживаю тесный контакт со стоковедами из России в силу того, что моя кандидатская диссертация была по образу тюрка в византийской литературе. Это часть моей работы. Публично на эту тему они предпочитают мне говорить. И в принципе про византийское наследие Стамбула они говорят как бы на полях, но насколько я понимаю отношение, как в принципе в образованных кругах, к этому скорее отрицательно. Это мой личный опыт общения с тремя или четырьмя людьми. Никакого количества исследований и опросов я не проводил. А Михаил Мейер в эту четверку входит? Нет. Я с ним знаком лично, но в силу того, что я последние несколько лет работаю вне России, у меня не было возможности обратиться к его консультации. Я думаю, что возможно этим летом после проведения более детальных исследований на местности я с удовольствием с ним снова пообщаюсь. Он тем более уже не ректор ИСАА, поэтому он более свободен в своих оценках. Я вам рекомендую. Спасибо большое за рекомендую. Я действительно возобновлю эту связь. Это очень ценно. Благодарю вас. Очень похожую инициативу успел осуществить Саддам Хусейн, когда был у власти восстановление вавилонских древностей, в роте Иштар, все остальное. Тоже в таком стиле современной турецкой архитектуры. Вопрос в другом. Как я понимаю, вы по своим научным интересам интересуетесь больше изначально этими стенами, как они были построены, чем нынешним турецким новоделом. Соответственно, можете ли ценить, в какой степени что-то останется от изначального византийского материала, от изначального византийского проекта. И в связи с этим вы в самом начале упомянули, что сначала проект начинался в 80-е годы по инициативе ЮНЕСКО. Вопрос, какая позиция у той же самой ЮНЕСКО сейчас к вот такой новодельной практике? Да, у специалистов существует обоснованное опасение о том, что если основную стену, по крайней мере, полностью перестраивать не будут, то вот то, что я упомянул в самом начале, ров и про стенок там, его могут зареконструировать, поэтому университет КОЧ сейчас открывает две позиции и в течение ближайших двух лет в Стамбуле будет работать команда из пяти человек, включая фотографов, специалистов по использованию дронов, которые будут заниматься документированием состояния стен в их нынешнем виде, просто потому что у тех, кто работает на земле, они будут называть конкретные фамилии, есть опасения, что те люди, которые осуществляют историческое консультирование при так называемой реконструкции стен, вряд ли будут сильно сопротивляться их полной перестройке. То есть да, у ученых есть опасения в том, что какое-то количество, полностью стены вряд ли будут потеряны, но значимые части для историков будут потеряны, поэтому есть вот этот проект. Вот. Соответственно, повторите второй вопрос, пожалуйста. Позиция ЮНЕСКО сейчас. Позиция ЮНЕСКО, спасибо, извините. Значит, ЮНЕСКО в настоящий момент в Стамбуле присутствует, но оно озабочено в основном состоянием других, более центральных памятников, которые представляются более важными. В частности, работами Святой Софии, работами реконструкторскими, которые ведутся вокруг поздневизантийского монастыря Хора, поэтому на стены ЮНЕСКО внимания не обращает. Местное сообщество археологов и историков апеллирует сейчас к ЮНЕСКО как раз по вопросу освоения пристенного пространства, там, проведения незаконных дорог, создания автостоянок, но, по моим данным, все эти апелляции пока не возымели эффекта в силу, опять же, ситуации в турецкой политике, которая сейчас существует и которая неблагоприятствует, не мешает, ну, тому, чтобы даже просьбы ЮНЕСКО, если они будут, будут достаточно услышаны. Спасибо. И последний вопрос. Благодарю за очень интересный доклад. У меня, собственно, не вопрос, а два таких небольших, ну, может быть, предложений и дополнения. Я, поскольку свою профессиональную жизнь в значительной степени провожу в Польше, я хотел сказать, что был проект Варшавского университета коллегиум Артис Либералис и его вот бывший директор, профессор Ежаксар, они сделали такой проект о политическом и идеологическом использовании древних цивилизаций в современности в 19-м и в 20-м веке. Я не помню, насколько там речь шла о Византии, но просто, может быть, вам было бы интересно посмотреть вот этот проект и сравнить его. И мне еще вспомнилась работа, ну, наверное, вы ее знаете, Иванова, путеводитель по... Да, вот мне кажется, тоже в чем-то она могла бы там быть любопытна. Спасибо. Меня, в принципе, как ученого интересует не только древняя Византия, но и восприятие Византии в современных культурах, в том числе и в турецкой. Ну, сейчас я занимаюсь этим, непосредственно находясь в Стамбуле и в контакте с носителями этой культуры. Книгу Иванова, да, я знаю, да, она настольная, мы с Сергеем Аркадьевичем ее обсуждали, я ее не раз благодарил и всячески рекомендую ее тем, кто едет в Константинополь. Я считаю, что она сыграет свою роль и сыграла уже, и сыграет в осознании ценности Константинополя внутри Стамбула, в России. Мы переходим к следующему докладу нашей секции. Андрей Иванов, представляющий агентство исторических проектов Ротоборцы, выступит с докладом реконструкция как форма активизации исторической памяти. Здравствуйте, коллеги. Давайте сначала посмотрим маленькое видео. Можно времена эпохи? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это отчетный ролик по серии фестивалей. Это одна из наших визитных карточек нашего агентства. Мы агентство Ротоборцев. Так, может, как лучше. Мы крупнейшая компания, которая в России занимается организацией исторических фестивалей. Но этого я потом коснусь. В своем докладе я расскажу немножко о движении реконструкторов, о его ресурсах для активизации исторической памяти. Ну, потом расскажу про некоторые проекты нашего агентства. Они разноплановые. На их примере можно задавать вопросы. Меня внезапно пригласили для этого доклада. там буквально позавчера. То есть я не знаю ни аудитории здесь, поэтому я знаю, что интересовались там вопросами экономики, как бы реконструкторского движения в отношении с государством и прочее. Но это все я жду в вопросах. Ну, начнем с того, что такое реконструкция вообще. Движение исторической реконструкции. Базис его это воссоздание различных явлений прошлого. Это могут быть костюмы, доспехи, оружие, предметы быта, технологии, занятия или события какие-то. Сразу скажу, что сейчас реконструкция в России находится на подъеме. Более того, Россия однозначно лидирует в мире по количеству, качеству, масштабам исторических фестивалей. Соответственно, движение прошло долгий путь, чтобы выйти на улицы, разработать направление, вписаться в городские ландшафты. На данный момент ежегодно сотни тысяч россиян посещают эти фестивали. В них по всей России участвуют десятки тысяч реконструкторов на эпохи от Древнего Рима до Афганской войны, наверное. Сейчас реконструктор уже и Афганской, и Чеченской войны, но мы к этому не относимся. Я просто говорю про диапазон. Я расскажу про два аспекта исторической реконструкции, которые значимы для активизации исторической памяти, как это видится. первая это воссоздание предметов материальной культуры и технологий будущих эпох. Соответственно, это память о том, как и чем жили люди прошлого. И второй аспект это воссоздание для публики значимых событий исторических. В основном это сражения, как наиболее зрелищная часть истории, удобная для воспроизведения и которые являются, как правило, сражения являются системообразующими мифами часто для народов. Начну с воссоздания предметов. Когда человек приходит в движение реконструкции, соответственно, он начинает изучать массу первоисточников. Это летописи, мемуары, гравюры, фрески, все что угодно. Книжные иллюминации, архивы, саги, археологические каталоги. Человек ходит по музеям, проникает в музейные запасники, ездит в экспедиции археологические. Это обычное дело для людей, особенно молодых, которые приходят в движение. их цель сделать наиболее достоверную копию некого предмета из прошлого. Дальше идет после накопления информации поиск материалов аутентичных более-менее. Сейчас есть возможности в Москве купить домотканный лен конца 19 века или просто многие ездят по деревням в поисках аутентичных тканей, которые никому не нужны. Другие варианты из-за границы доставят в Узбекистане шелк в Китае, в Италии, все это стоит бешеные деньги, но люди за этим гонятся, те, кто серьезно занимается реконструкцией. На данный момент огромное количество занятий может быть в рамках реконструкции, то есть от литья каких-то ювелирных изделий, кузницы до строительства поселений, музеев живой истории или создания каких-то кораблей, испанских галеонов или дракаров скандинавских, морские походы и прочее. Во всем мире это сейчас очень развивается, ну и в России в том числе. Соответственно, в процессе этого воссоздания, в процессе поиска материала, во-первых, люди обращаются к первоисточникам, во-вторых, осваивают какие-то технологии прошлого, на мой взгляд, все это способствует активизации исторической памяти, при этом активизируется не только там национальная память, очень многих активизируется понимание своей принадлежности к европейской культуре, скажем, ну может быть у кого-то и к азиатской, но таких у нас мало в движении, то есть причастлив к европейской культуре, несмотря на исторические конфликты. Европейские темы исторические, они популярны в России не менее, чем собственные. Дело, естественно, не в недостатке патриотизма какого-то, в принципе, просто это красиво, мировая история красива, европейская в частности. Сразу можно сказать, что движение не очень идеологизировано, скажем так, то есть в нем нету какой-то культивации патриотизма, что называется, то есть иногда формулируют, конечно, клубы свою задачу как патриотическое воспитание, но это скорее для чиновников. То есть среди реконструкторов, так как обращаются к первоисточникам на всех этапах, то есть мифотворчество, склонность к альтернативной истории, это все вещи очень редкие. Ну вот я сказал про европейскую историю, давайте второе видео посмотрим, турнир. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 материальной культуры, соответственно, второй аспект это воссоздание событий. У меня мало времени остается, поэтому я, может быть, ну, наверное, это всем больше интересно, да, то есть воссоздание событий, то есть если там реконструкция сама по себе, да, как воссоздание это все в основном за свой счет происходит, как хобби, да, то фестивали это уже бизнес, соответственно, это поддерживается государством, естественно, для укрепления там национальной идентичности, ну, если касаться этих фестивалей, то вот турнир Святого Георгия, рыцарский, это чисто наш проект, без чего-либо участия, временной эпохи, это по госзаказу. Ну, это все, я надеюсь, в вопросах услышите все эти аспекты. Соответственно, во всем мире реконструкции сражений каких-то значимых, они культивируются государством, спонсируются, ну, яркий пример, это Гетисберг в США, в США вообще культ гражданской войны, причем сочувствием к обеим сторонам. Еще яркий пример, например, в Австралии власти волевым решением решили рождение нации отодвинуть на сто лет назад, то есть так у них официальный культ корпусов, воевавших в Первой мировой войне, такая-то точка идентичности, вот, они в 2004 году решили актуализировать малоизвестную битву при уксусном холме, которая вообще до этого никому не была известна, но на сто лет раньше произошла. Соответственно, учредили реконструкцию, учредили там монумент и стали всячески это продвигать. Сейчас это известное мероприятие. Заканчивайте. Я думаю, может быть, даже мы минуту сэкономим на вопрос. Да, давайте, конечно. Я знаю, что есть, например, проект, когда человек жил полгода в усадьбе XI века, и это как-то потом презентовалось. Вы можете в двух словах охарактеризовать, как вам кажется, в России, и может быть, не в России, насколько практика связана с реконструкцией именно сражений, боев и некоторых символических военных вещей доминирует над всем остальным. Какое соотношение один к десяти и какие еще практики, кроме реконструкции, сражений распространены? На самом деле, это совершенно разные аспекты. Реконструкция на самом деле очень многогранна, то есть эти сферы вообще никак не пересекаются фактически. То, что наш сотрудник жил полгода на хуторе XI века, кстати, у меня есть видео, там тоже на пару минут. Это что называется living history во всем мире, то есть в России это меньше распространено, то есть у нас первый проект такой, ну причем он уникальный, на самом деле, в мире никто такого экстремального погружения еще не делал, но есть такие знаменитые проекты Тель, как викторианская ферма и так далее, где в легких условиях, но люди тоже так пытаются как бы вживаться в эпохе. Соответственно, ну и этим занимаются разные люди, как правило, то есть living history, то есть вот в создании сражений, да, особенно значимых для истории, как правило, это уже эпоха огнестрельного оружия, последних войн, там второй, первой мировой войны во всем мире. Там living history как-то не предполагается, потому что на эти эпохи в принципе быт очень плохо развит, то есть там если, например, на эпоху средневековья, там или древней Руси, или древнего Рима, например, можно сделать полностью мирный фестиваль, как у нас есть мирный фестиваль, например, там городецкое гульбище под Москвой проходит, там фактически ремесленный фестиваль для семейного отдыха, там аудитория соответствующая, то есть семьи приезжают, там всякие, ну представления, музыка, спасибо, есть ли вопросы? Люди, которые участвуют в вашем движении по своему образованию, они имеют какое-то отношение к истории, насколько они профессионально занимаются историей, или это хобби? выливаются выливаются ваше изучение материала, практического материала в какие-то исследовательские работы? Да, среди участников движения есть профильные историки, археологи, они во многом стояли у истоков движения, особенно лет 15 назад, когда, естественно, информации было совсем мало, я сам помню эти времена, когда приходилось там ездить, в пензал диссертации Ленинской библиотеки, чтобы там какой-то, не знаю, посмотреть какой-то стежок на одежде. Сейчас, естественно, информации очень много. Какие-то ученые за годы реконструкторов зачаровались в принципе в этой сфере, как именно значимой для исторической науки, но многие нет. Сказать, что выхлоп прямо для исторической науки очень большой, ну, так нельзя, наверное, сказать, но какие-то гипотезы можно проверить, но я бы это не преувеличивал, конечно, то есть это все-таки с академической наукой это параллельно, это больше для просвещения такого популярного. Ну, что касается каких-то исторических на самом деле публикаций, то как раз на основе нашего проекта один в прошлом, действительно были сделаны значимые выводы по функционированию многих вещей средневековых, например, которые иначе вообще никак не проверишь, только в течение многомесячного использования, и данные по строению домов, которые тоже можно было как-то обкатать только на практике и понять, как там, что функционировало. Так что определенные значения есть. но вообще в принципе историков много, не то, что там кандидатов докторов наук, но просто выпускников эстфака, естественно, потому что это вполне логично, что если ты любишь свою эпоху, занимаешься, то, конечно, тебе хочется это все попробовать, купить какие-то штуки красивые, с этим связанные. К тому же сейчас целая индустрия есть, это очень легко собрать комплект, но это дорого, но достать все очень легко. Алексей Фельд, у меня вот такой вопрос. Андрей, пару лет назад в период известных событий в Киеве бросались в глаза как раз щиты, шлемы и какая-то другая атрибутика. Может быть это не реконструкторы, но по крайней мере это было заметно и даже была какая-то попытка сделать катапульту. Это показывали по разным каналам и так далее. И после этого возникли разговоры о том, что движение реконструкторов будет поставлено под контроль, ибо это какие-то готовые боевые отряды с огромным количеством оружия. Произошло что-нибудь в этом направлении и вообще каким-нибудь образом власть проявляет интерес как хранится оружие и считает ли это вооружением пусть и средневековым и так далее. Пользуется ли это движение вниманием властей? Вниманием никаким оно не пользуется, но, к сожалению, есть большие дыры в законодательстве насчет огнестрельного оружия. Реплика огнестрельного оружия это постоянная головная боль на самом деле, тем более и за границ, когда везем участников с мушкетами. на разные эпохи там разные требования на самом деле, но даже какая-то совершенно пищаль средневековая сейчас уже меньше. Но на первых порах действительно это постоянно надо было обзаводиться какими-то охранными грамотами от уже стоящих органов, чтобы соответственно отбрехаться от первого попавшегося милиционера. Сейчас проблема только с международной транспортировкой в этом плане. Ну и много нелепостей в законодательстве, то есть например самолетом нельзя перевозить не помню точно формулировку, но нельзя перевозить в самолете какие-то фейерверки, но можно боевые патроны. Мы с этим в этом году столкнулись когда в Калининградскую область транспортировали людей. Но специально ну естественно это смешно думать, что какие-то это боевые отряды там с кучей оружия. Позвольте задать последний вопрос Павел Гнилорыбов. Вы сказали о том, что люди, которые участвуют в исторических реконструкциях, они не столь идеологизированы и условно говоря человек сегодня живет в 11 веке, а завтра он в 21 веке с семьей. Но ведь можно достаточно уверенно сказать о том, что человек, который реконструирует 10 век, будет исповедовать неуязычество, или о том, что человек, который, скажем, предан 16 веку, будет любить барочную музыку или читать в основном авторов 16 века, или или разве нельзя говорить о предельной идеологизированности белого движения, разве когда человек надевает корниловскую, марковскую, алексеевскую форму или форму дроздовского, разве он не разделяет эти идеи в первую очередь нежели шевроны. И если бы вы составили своеобразный такой рейтинг идеологизированности российских реконструкторов в той или иной эпохе, то вот как ваш бы личный топ тут, наверное, выглядел от, я не знаю, наполеоновских солдат до петровских. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Да, совершенно верно, вы подметили разницу очень менталитетов в реконструкторах разных эпох действительно так, то есть движение очень сильно сегментировано, то есть разными эпохами занимаются там буквально вообще разные какие-то психотипы людей, найти общий язык между эпохами бывает очень тяжело. Вы совершенно верно заметили, вот выделили гражданскую войну, то есть, пожалуй, если составлять такой рейтинг, то да, естественно, то есть, так как это событие, понятно, что гражданская война, да, с обеих сторон, то есть, пожалуй, что, да, и даже из моих личных знакомых, то есть, здесь вот именно идеология, занятие чьей-то стороны, оно, пожалуй, наиболее ярко, но во всех остальных, например, эпох, там, даже Вторая мировая война, да, я под неидеологизированность имел в виду то, что там есть человек, реконструирует вермахт, да, или там наполеоновскую армию, то есть это, ну, ровным счетом ничего не говорит о его убеждениях, это действительно так, ну, было бы странно согласитесь, на фестивале, если бы там вышли бы одни советские солдаты, то есть, плюс, ну, тоже частый вопрос, да, задают, что вообще двигает людьми, которые там, например, вермахт реконструируют, ну, на самом деле, эстетика, да, потому что, ну, что ни говори, но, это может привлекать эстетически, еще раз говорю, вот в этом плане никакой идеологии нет. Спасибо. У меня вопрос из двух частей, во-первых, и он касается в основном именно событийных реконструкций, насколько по вашим наблюдениям подробна реконструкция именно в случае каких-то повторений о каких-то событиях, то есть, тот же ли это уровень, что и, допустим, в случае ремесел, когда важная каждая деталь, и так далее, относится ли вот эта тщательность проработки к событийным реконструкциям тоже. И, ну, продолжая вопрос, какие, по вашим наблюдениям, мотивации у людей в такой более-менее подробной проработке этих вещей в случае событийной реконструкции, потому что, из всего, что вы рассказали, есть ощущение, что это огромный труд, то есть, даже сделать какую-то одну конкретную деталь или деталь гардероба или предмет оружия, занимает очень много времени, усилий и так далее. Как выглядит мотивация проделывания такого огромного труда и, возможно, там, не очень комфортного проведения времени, потому что, там, в общем, если доспехи или реконструкция боевых действий, это может быть, там, не знаю, нахождение в поле, там, в плохих погодных условиях, это может быть долго, холодно и так далее. В общем, какая мотивация у людей для того, чтобы это делать? Реконструкция каких-то событий, сражений, она, конечно, в высшей степени условна, то есть, ну, просто потому, что реконструкторов достаточно мало, то есть, естественно, мы не можем воспроизвести, там, никакую, никакую битву, там, хоть в сколько-нибудь адекватном масштабе, ну, может быть, за исключением, там, Бородина, там, в лучшие годы, или, например, ну, вот, нет, на Западе там есть, то есть, вот, Гетисберг, который я говорил, там, до 10 тысяч участников единовременно находятся на поле, это крупнейшее мероприятие в мире, вот, второе, пожалуй, по масштабу и проработке, и именно аутентичности, там, сценарий, это, наверное, Waterloo, тоже, тысячи участников собирает, то есть, там есть, где развернуться, в России такое, ну, невозможно, это первый, да, вопрос, второй вопрос, насчет мотивации, но, я уже говорил, движение крайне многогранное и привлекает оно самых разных людей на самые разные, собственно, занятия, то есть, ты можешь, ты можешь быть просто академическим ученым, да, который просто хочет какую-то себе штуку заиметь, о которой он только читал, а он хочет ее, там, потрогать или повесить себе, там, на шею, да, это один вариант, другой вариант, что ты хочешь освоить ремесло какое-то, ну, просто нравится тебе что-то делать руками или ты хочешь научиться, третий вариант, ты хочешь физической какой-то активности, фактически спортом заниматься, на самом деле, это тоже очень по эпохам развивается, вот, люди, которые спорт любят, они идут, скажем, в 14 век, то есть, там, турнирное движение, ну, то есть, те, кто любит на конях скакать, да, они идут в 15 век, золотой век, собственно, турниров, те, кто любит на мячах сражаться, и это фактически спорт, вроде, вроде смешанных единоборств, сейчас это, ну, мало связано с реконструкцией, но это все-таки выходцы из реконструкции организовали, то есть, такая мотивация, это действительно спорт, причем профессиональный, за него деньги платят, кто-то хочет музыку реконструировать, играть там старинную музыку, например, кто-то хочет на кораблях ходить, то есть, у всех своя мотивация, если речь идет о том, кто там, почему кто-то участвует в сражениях, ну, такая же мотивация, как кто в пейнтбол играет, или страйкбол, то есть, желание экстрима какого-то, у всех этих людей с очень разными интересами, у них есть какой-то совместный опыт, или они существуют абсолютно в параллельных областях? Очень четко делятся две параллельные плоскости, это реконструкторы, условно говоря, средневековья, и реконструкторы, начиная, наверное, с Наполеоники, то есть, это униформисты, то есть, да, конкретно с Наполеоники примерно начинается именно униформизм, то есть, это основная мотивация, людей, это до последней пуговки воссоздать какой-то мундир, то есть, это у людей фетиш, фактически, люди великолепно знают историю мундира, костюма, самые мельчайшие тонкости, знают своего полка, который они реконструируют, но, скажем, кливинг-хистери, или каким-то боевым взаимодействием к спорту, к ремеслу, это вообще не имеет отношения, то есть, это людям вообще неинтересно, как правило, то есть, вот это две параллельные плоскости, а так они... И совсем короткий вопрос, Трина Лазаревна. Мы услышали, что это такое, в общем, такое идеологизированное пространство, такое очень широкое, но я хотела бы задать вот какой вопрос, такой просто очень короткий, когда речь идет о событиях, связанных с Второй мировой войной, реконструкции их. Возникают ли какие-нибудь проблемы, например, вот вы говорили, что, конечно, никому не придет в голову что-то такое тут в этом смысле подозревать внеисторическое, что только исторический контекст, но мы, в общем, тут в нашем интернет-поле все время сталкиваемся с такого рода вещами. Как там с нацистской символикой? Не возникает тут никаких... Ведь есть прямой закон, поэтому, значит, мы-то с вами понимаем, о чем идет речь, но понимают ли, есть ли тут какие-то возникают, ли тут какие-то проблемы в этом смысле. И тут как тут не вспомнить фильмы из будущего, который, мне кажется, сыграл плохую... Вот если честно говорить, мне кажется, он сыграл очень плохую роль для реконструкции, он ее невероятно идеологизировал. Вот. И, так сказать, наложил прям такую лапу на это. Вот мне так кажется. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-то придирался к символике. Правда, вот честно скажу, мы не занимаемся Второй мировой, то есть если наше мероприятие связано со Второй мировой войной, это какие-то наши партнеры или подрядчики это делают. Единственное, приходит в голову, вот не так давно, действительно, был курьезный случай, когда на каком-то показательном выступлении, маленьком совсем, в городе Реутов, какая-то женщина написала заявку в полицию, что ребенку на голову надели фашистскую каску. Ну и действительно, какой-то такой локальный скандал разгорелся, и мы это, ну, пришлось разгребать как-то. Но кроме таких курьезов, не помню. Спасибо. Недавно просто был скандал вокруг вот этого, да, вокруг этой немецкой реконструкции, оно больше связано с тем, что с использованием вот этого патриотического консервативного дискуссия для того, чтобы прибить, скажем так, убрать конкурентов за получение гранта, потому что в Калининграде был случай, когда один мальчик реконструировал, ну, нацистов, ну, как бы, должны быть советские нацисты, и правительство области его отправило в Москву, там, на одно из крупных совещаний, там, под получение грантов и прочее, и другие очень поднялись и начали его шлемовать за то, что вот нацистов, да, он еще в свой клуб назвал сейчас нацистской операцией, прочее, да, как он может, он вообще ищет целесторию, он еще понимает, что делает. То есть оно началось. Ну, вот подобные практики, они есть, и, думаю, достаточно много. Но ясное дело, что за этим стоит конкретный и партикулярный интерес. Спасибо. Мы, мне кажется, очень плавно переходим к следующей реплике. Донбасса, которая сейчас прозвучит, это реплика Константина Скоркина о репрезентации прошлого в практиках реконструкторского движения Донбасса как самосбывающееся пророчество. Сегодня я хочу рассказать о практиках исторической реконструкции в Донбассе. Почему мне кажется интересной эта тема? Потому что это движение было всегда предельно идеологизированным. Участники этого движения сыграли определенную роль в становлении непризнанной Гуганской Народной Республики, которая возникла в 2014 году. И, соответственно, даже локации этих военных игр, они совпадали практически с районом боевых действий в 2014-2015 годах. Вот. И, собственно, вот, собственно, движение реконструктора возникло еще в конце 80-х годов. Вот у Истоков стояла такая организация, называлась она «Каскад». Они занимались, ну, их основной профиль деятельности это была поисковая работа, они занимались перезахоронением останков военных, погибших во время Второй мировой. Но параллельно они занимались реставрацией оружия периода Второй мировой. И, ну, как бы, таким образом они были у истоков этого движения. Ну, впоследствии, в Уганской области существовало около десятка организаций, которые, собственно, занимались, это были военно-патриотические или военно-исторические общества. Ну, особую роль среди них играли казаческие организации. Вот, собственно, они проводили военно-исторические игры под Луганском, воспроизводя бои 19-го года, когда белая армия, белоказаки и атаманы Шкуро штурмовали, собственно, Луган заняты красными. Вот. И, собственно, военно-историческое общество ДОН занималось вот этими военными играми. Были в 2009, 2012, 2013 годах. Вот эти игры, они отличались очень сильно вот идеологической такой подоплекой, потому что казаки были настроены, скажем, скептически к тому факту, что вот часть Луганской области это бывшая часть области войска Донского и, соответственно, они считали вхождение в независимую Украину к некой историческую ошибку. Вот. Они приглашали активно своих коллег из России и, соответственно, всегда вокруг этих игр была такая атмосфера такой фронды политической. Даже по легендарным каким-то полупроверенным сведениям в одну из игр участвовал Игорь Стрелков-Гиркин, впоследствии, всем известный, да, собственно, полевой командир. Вот. Значит, далее. Это что касается казаков. Но помимо, собственно, казачьих игр было военная реконструкция, историческая реконструкция связана с событиями Второй мировой войны. Здесь очень интересный момент. То есть здесь стоит сказать буквально пару слов о политической ситуации в Луганской области. Ключевыми политическими силами, ключевыми игроками в этом регионе были всегда компартии и партии регионов, которые эксплуатировали, скажем так, советскую ностальнию, которые придерживались большинство жителей региона. И, соответственно, культ Второй мировой, Великой Отечественной, он занимал в этой местной мифологии, очень такое, занимал, в принципе, являлся таким системообразующим. Вот. И, соответственно, в связи с этим военные реконструкции связанные со Второй мировой оказались в пристальном поле внимания властей. И в 2013 году в апреле, весной была организована масштабнейшая игра под Луганском, реконструировала событие в 43-м году освобождение тогда Ворошиловграда под последствием Луганска от немецко-фашистских войск. Участвовало, общее количество участников было около 300 человек, 20-30 единиц боевой техники. Его, собственно, сейчас можно видеть начало всего, эта техника выдвигается на позиции. Это аутентичный танк Т-34, который стоял на постаменте до этого. Его, собственно, с постамента сняли, полностью его поставили на ход, поставили на нем восстановленную радиостанцию и так далее. Ну и, соответственно, он участвовал в этой, собственно, реконструкции. Точно так же использовались военные самолеты старые из Луганского авиамузея. То есть вот такое было большое масштабное движение. Это пользовалось поддержкой областной власти, облсовета, губернатора, мэра города, а курировал все это вице-мэр, собственно. Вот он тут дальше должен появиться. Вот он общается в камуфляже, собственно, с этими вот голубыми фуражками. Вот. Это такой вот момент, значит, связанный с 2013 годом. Ну вот, собственно, на позициях фашисты. Вот. Здесь, собственно, стоит сказать о социальных слоях, которые участвовали в этих военно-исторических реконструкциях. Вот я говорил в начале об организации «Каскад», она занималась вовлечением в эту работу трудных подростков и их социализацией таким образом. Вот. В дальнейшем большую роль во всем этом играли ветераны Афганистана и различные отставные силовики. Ну, соответственно, все это оказывало такое определенное идеологизирующее влияние на движение реконструктора, поскольку в этой среде очень сильно развита, опять-таки, имперская ностальгия, диалоги русского национализма как бы тоже была присутствовать. В связи с этим, когда уже в 2014 году, когда было противостояние на Майдане и в Луганской области общественное мнение было настроено против людей, которые в Киеве вышли на Майдан, соответственно, вот был проведен еще продолжение как бы вот этой весенней акции 2013 года, был проведен автопробег по местам тоже боевой славы 1943 года, в нем тоже участвовала военная техника, собственно, те люди, которые, реконструкторы, которые занимались в 2013 году реконструкцией боев за Луганск, и среди них, стоит сказать, что там были представители организации Оплот и Патриот, собственно, из этих организаций впоследствии появились первые, собственно, отряды донбасских сепаратистов, которые участвовали в боевых действиях. Вот, собственно, как пример, скажем так, карьеры из реконструкторов в общем-то, политики непризнанных республик, вот, собственно, пример, вот здесь можно увидеть Алексей Корякин, он расположен слева, стоит, значит, с винтовкой. Это молодой бизнесмен из города Стаханов Луганской области, он, у него был оружейный магазин в этом городе, и также он был участником клуба реконструкции у себя в городе. Они также проводили в 2013 году на местности тоже игру с количеством 100 человек из Украины, России при поддержке партии регионов. реконструировали тоже боевые действия 43-го года. Вот, и, соответственно, впоследствии в 2014 году он, собственно, ну, опять-таки при помощи в том числе своих знакомых по реконструкции он организовал боевую группу в своем городе, которая, значит, участвовала в дальнейшем в том, что называлось событие русской весны, да, весны 14-го года и впоследствии, собственно, уже в боевых действиях. И затем он стал спикером парламента Луганской народной республики. То есть, вот, собственно, его, как бы, игровая практика, участие вот в каких-то таких вещах, собственно, превратилась в такую, трансформировалась в такую своеобразную политическую карьеру. Ну, кстати, она уже закончилась, его бывшие соратники, в общем-то, выгнали из республики, он сейчас скрывается в России от мести бывших единомышленников. Вот, собственно, ну, вот, это, в принципе, то основные, как бы, пункты, на которые стоило бы остановиться, что реконструкция на территории Луганской области историческая была крайне диалогизирована, она была связана с, скажем, различными движениями, которые были связаны с имперским рессентиментом, то есть, например, движение донских казаков, собственно, это, так сказать, такая военно-политическая субкультура, и, скажем, с политическими действиями партии регионовой и компартии Украины, которые активно эксплуатировали, скажем, идею некой того или иного реинтеграции постсоветского пространства, ностальгии по СССР, ну и, соответственно, люди, которые участвовали в этом, впоследствии, как бы, достаточно логично, их игровая карьера трансформировалась в политическую, политическую, военную деятельность в рамках вот проекта этих непризнанных республик в Донбассе, соответственно, практически, здесь, я уже говорил об этом вскользь, сейчас еще раз скажу о том, что, в принципе, вот, довольно любопытно получилось, что локации этих военных игр, они практически совпадали, да, с вот, с боевыми действиями в 14-15-м годах, и вот в мифологии ЛНР, они занимают, ну, скажем, на это очень сильно акцентируют внимание, что, типа, видят в этом некую реинкарнацию войны, и некое подтверждение своей исторической правоты, ну, в 43-м, как бы, был освобожден Луганск от фашистов, ну, и в их представлении в 14-м произошло нечто вроде этого, то есть, таким образом, мы имеем дело в этих реконструкциях, как бы, стали поводом такого самосбывающегося пророчества. Спасибо. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Вы очень много говорили про реконструкцию гражданской войны, Второй мировой, правильно ли я понимаю, что вот в этом Луганск-Донецком ареале реконструкторов реконструировали именно это в основном, и там было очень мало реконструкторов, например, средневековой истории? По поводу средневековых реконструкторов я мало что могу сказать, не могу сказать, что они как-то, видимо, очень сильно присутствовали. Существовали какие-то люди, которые занимались рыцарскими турниром, но это скорее ролевики, связанные с фэнтези и ролевыми играми. В основном, основной, как бы, мейнстримная тема, во всяком случае, та, которая больше всего писалась в медиапространстве, общалась в медиапространстве, в соцсетях, это тема гражданской войны и Вторая мировая, это ключевые сюжеты. Насколько эти группы были многочисленны, и насколько их действия, их реконструкции носили публичный характер, насколько они привлекали к населению, к тому, что они делают? Игра, которую организовал Алексей Корякин, там участвовало около ста человек, и вот это масштабное действие, в котором в 2013 году там было более 300 человек из Украины и России, и плюс к этому еще огромное количество людей, которые там продавали сувениры, сопутствующие, каких-то, которые технически все это обеспечивали. Да, это все очень публично происходило, но если говорить о вот этой масштабной реконструкции, которая поддерживается властью, она была мега-публичной, и, соответственно, туда большое количество людей попало туда и стремилось попасть, из-за чего даже там возникла пробка и затор, потому что очень много людей на машинах пытались проникнуть к месту этой реконструкции. А это там важная трасса, не случайно потом там шли бои, потому что там ключевая развязка транспортная возле города, поэтому там возникла пробка. Соответственно, игры, это как бы вот конкретно в данном случае в других играх бывало по-разному, но опять-таки всегда ролевики всегда стремились привлечь как-то журналистов, чтобы о них писали и привлечь какую-то публику, но, скажем, казачьи пользовались меньшей популярностью, они больше в своем кругу, в кругу казаков, ну, поскольку там большое, большое, собственно, количество этих казаков живет, это станица Луганская, под Луганском, это как бы исторически казачий район, соответственно, публика у них, конечно, которая все это наблюдала, была, но в основном это, конечно, для своего удовольствия делали в своем кругу. А правильно я понимаю, что власть поддерживала, то есть именно оказывала спонсорскую и организационную поддержку реконструкции Второй мировой войны в первую очередь? Да, совершенно верно, именно так. Поддерживалась и на этом делался, ну, скажем, такой определенный идеологический акцент, что мы не просто вспоминаем предков, но мы как бы сегодня готовы защищать память о них, в том числе и с оружием в руках. То есть в 2014-м такие месседжи практически открыто уже проговаривали, что этот автопробег, это мы не просто так технику гоняем, а как бы демонстрируем готовность, снова можем повторить, да, вот как коммеморация. Да, то, что вот реконструкция на Украине, да, то есть действительно, конечно, движение Украины реконструкции, оно не сопоставимо по масштабам с российским и действительно там акцент, не знаю, как конкретно на Донбассе, но в целом, пожалуй, да, такой акцент на именно вот эти поздние эпохи. Это с одной стороны, то есть Средневековье там достаточно слабо представлено. И второй аспект о том, что, когда я говорил про неидеологизированность движения, я имел в виду только в России, потому что и на Украине, и на Белоруссии, это очень идеологизированное движение. Скажите, а когда началось, когда вы начали свое движение, в какие годы? Вот 2013 год, вы сказали, да? Или раньше? В целом движение, когда зародилось. Я говорил об этом в начале, это еще, в принципе, с конца 80-х в виде таком полу... на любительском таком уровне. А вот апогей пришелся на, скажем, 2012, наверное, да? Да, апогей пришелся на 2012, 2013, и одновременно идеологизация движения, соответственно... А вот теперь мой вопрос. Дело в том, что вот именно в 2012 году весь мир заговорил о сланцевой революции. И это связывает с большим угольным бассейном Польши и Донбасса. И вот Газпром для того, что... Вот есть такая идея, что Газпром для того, чтобы предотвратить приход инвесторов, которые разрабатывают сланцевый газ с запада, он как раз инициировал, во-первых, активизацию вот этих реконструкторских движений, а потом уже это переросло и вот в то, что мы сейчас имеем. Я прошу прощения, могли бы обернуть вопрос? Это вопрос. Как вы считаете, может так стоять вопрос? Что именно было инициация людьми, связанными с Газпромом, с ТЭКом нашим и потом военно-промышленным комплексом? Мне сложно сказать про Газпром. Я скажу, что вокруг этого движения во всяком случае своя конспирология существует. Вот есть такой луганский историк Валерий Снегирев, вот он вообще считает, что в принципе вот это совпадение территорий боевых действий там 43-го, реконструкции 13-го и боев 14-го, это вообще в принципе была, как бы сказать, разведка боем, то есть реконструктор это была такая агентура ФСБ, которая заранее окопы уже выкопала, готовясь в 14-м собственно к этой войне. Поэтому в принципе всегда какие-то такие субкультурные игры с оружием, они потом впоследствии могут всегда обрасти слухами, легендами связанными. Я уже приводил пример, что ходит легенда о том, что Стрелков участвовал еще задолго до всего под Луганском, якобы разведывал уже позиции, будучи там в белогвардейской форме, штурмуя, значит, в родах деникинцев-реконструкторов. Спасибо большое. Далее прозвучит доклад Константина Пахлюка «Эффективный менеджмент истории и современная официальная политика памяти в России». Очень рад приглашение на данную конференцию. Прошу не воспринимать доклад как такое окончательное слово, это больше некое террористическое размышление о том, что существует сущность нашей современной государственной политики памяти и попытки, скажем так, обратить внимание на то, что мы должны выходить за пределы когницевистских подходов, когда мы очень серьезно относимся либо к институтам, которые существуют, либо к неким интерпретациям, как если бы государственная политика памяти сегодня была эта политика интерпретации навязывания смыслов. Поскольку я очень люблю много говорить, я скажу сразу основную мысль, к чему я веду. Основной такой тезис. Когда мы говорим о политике памяти, как правильно мы исходим из двух таких сериетических позиций. Во-первых, мы воспринимаем историю как язык, и в принципе об этом писала Асман, та же сам Алида Асман, но она этот тезис не разрабатывала особо. И в принципе мы понимаем, что любая история это так или иначе язык, это определенный дискурс, есть определенные правила научного дискурса, если вы их воспроизводите, вы ученый, если вы их не воспроизводите, вы не ученый. Точно также есть другие способы обращения к истории. И второй момент, это традиционное разделение на живую историю и историю институциональную, то есть как правило, ну поскольку вообще тематика политической памяти она больше связана, конечно, ну исторически так получилось со стрелением войны, то обычно считалось, что есть некая живая память, то есть либо я это видел, личная память, либо социально мы об этом обсудили, это есть передача устная, но потом события уходят, люди об этом начинают забывать, появляется поколение, которого нет вот этой личностной связи, и тогда нужны некие такие институты, институты памяти, коллективные, национальные памяти, места памяти, которые нужно создавать, чтобы ее поддерживать, дабы она не уходила. Но понятное дело, что эффективность вот этих институтов, которые пытаются поддерживать, она достаточно не всегда эффективна. У нас в России, когда мы говорим о современной политике памяти, то понятное дело, что на уровне дискурса речь идет именно о патриотическом дискурсе, когда в центре стоят государства. Мы с ним сталкиваемся, те же самые ученики в истории, они написаны именно историю России как история государства, это одна из возможных интерпретаций, она подается как единственное очевидное. Понятное дело, то, что в рамках подобного патриотического дискурса, здесь я просто отошлю к прекрасному исследованию Ольги Сандомирской по поводу патриотического дискурса Советского Союза, он, безусловно, тавтологичен. Он абсолютно тавтологичен. Сказать что-либо в нем новое невозможно, это, по сути, набор ряда, пяти, там, шести нарративов, ряда образов, которые постоянно артикулируются и реартикулируются, а, по сути, сегодня, когда мы говорим о том же военно-патриотическом воспитании, это не более чем, сколько за этим не наблюдают, не более чем воспроизводство патриотизма, там, это, по сути, говорит о патриотизме, ничего больше за этим нет. Ясное дело, что подобный замкнутый, стерильный дискурс, он прекрасен для того, чтобы говорить о чем угодно, все, что угодно попадает под патриотизм, все, что угодно может попадать под патриотическое воспитание, и это очень удобно, чтобы основывать те или иные финансовые траты, забросы, гранты от государства и так далее, это очень эффективно, но при этом, если за этим смысл, это такой большой вопрос, и это, понятное, делается интуитивно, чувствует очень многие люди, в том числе, и во власти, поэтому акцент сегодня делается не на воспроизводстве смыслов, акцент делает то, что Сергей Ушакин, он ввел в понятие аффективный менеджмент истории, не эффективный, а именно аффективный аффект, позволю процитировать, воспоминания о прошлом, здесь одновременно и воспроизведение этого прошлого, однако реконструируется в данном случае не обстоятельства о знаке, восстанавливаются не сами практики, но символизирующие их жесты, то есть, понятное дело, что речь идет о том, каким образом сделать историю, вот она здесь, вот она сейчас, некое чувство соприкосновения с ней за счет тех или иных технологий, та же самая военно-историческая реконструкция, да прежде всего реконструкция знаков, можно о ней говорить очень много, но это прежде всего реконструкция, это переживание некой истории, они могут сколько угодно говорить о реконструкции, мы понимаем, что реконструкция в полной мере военного события невозможна, это запрещено уголовным кодексом в принципе, людей убивать нельзя, а какая же одностоящая реконструкция без выпущенных кишков, извините, меня это не аутентично, ясное дело, что это некий компромисс между игрой, между исторической точностью и неким таким идеализированным образом вот этого истории, неким образом прошлого, и понятное дело, то, что подобные практики аффективного постижения прошлых можно найти много, то же самое история семейная, вот я соприкасаюсь с этой семейной религии, она меня с этим связывает. То же самое, то, что сегодня поддерживается поисковое движение вотом погибших солдат-защитников отечества, те же самые современные музеи, понятное дело, что самое лучшее у нас в России это музей толерантности, который полностью построен, в принципе, на этом аффекте, но и современные государства также попытаются эту модель воспроизводить. Если мы говорим о патриотизме, героизме, то самое главное в том же фильме «Батальон» или «28 Панфил», не что сказано, а то как, то какое эмоциональное чувство сопричастности оно вызывает. И это одна из основ порождения подобных аффектов аффективного менеджмента, установления определенных эмоциональных границ восприятия прошлого и соприкосновения. Вот здесь есть один такой интересный момент, я попрошу погасить свет как один пример, но пока не включайте эту хронику, я просто зачитаю. для меня важно показать о том, что аффект и аффективное восприятие прошлого и его воспроизводство на уровне дискурса, на уровне формирования семиатического пространства это не одно и то же. Между ними всегда будет определенное противоречие. Например, возьмем определенную книжку от нового реконструктора, прекрасный человек, бывший полковник, фамилию в данном случае называть просто не буду, но это в данном случае это бессмысленно и для нас это не имеет значения. Вот единственная вещь, когда он описывает некий собственный опыт восприятия Брестской крепости, поисковые движения, о том, что пишут, я думал, вообще не писать сегодня, хотя сначала хотел пережить в себе всю эту боль. Нарабатывая воронку авиабомбы, мы определились с большой долей вероактивности, которые лежат вне погибших в первой секунды войны, те, кто спал в казанах 331-го стрелкового полка, те, кого засыпало и убило осколками, даже через пропущу, а под телами взрослых та самая страшная находка останки детей одного ребенка трех-четырех лет и второго, через постарше лезть в семи-десяти. Как передать вам, что я, взрослый мужик, офицер, поднявший из земли десятки солдата, присутствующие на подъеме сотен, чувствовал, когда выбирал из горелого песка и осколков кирпича пальчики четырехлетнего ребенка. Понятное дело, это, в принципе, интересно с точки зрения феминологии, восприятия чувственного. Очень сложно пробиться за пределы обыденного привычного нам языка, чтобы передать вот это эмоциональное состояние. Оно прекрасно. И вот это и есть тот аффект восприятия. Это прекрасный, на мой взгляд, источник подобных. Но дальше-то, когда вот это раскручивается, когда он приходит на уровень неких выводов. Но сейчас-то могу сказать о нем, ну там, может, кто-то прочитает и что-нибудь поймет. Так вот, я хочу, чтобы все, все слышали, кто читает и знали, что чувствую я, сороколетний, здоровый мужик, глядя в пустые глазницы этого ребенка. Я знаю, кто его убил. Его убил немец-нацист, который пришел на его землю, чтобы сделать его и миллионы русских, белорусов, украинцев, таджиков, узбеков и других своими рабами. Добрать наши земли. Этот немец, австрийцы, итальянецы, румыны, венгры пришел, как до этого сотни лет раньше приходили французы со всем европейским сбродом с той же целью и задачей убивать наших детей. Два предложения пропущу. Где все было, мировое сообщество, когда умирал этот ребенок, где оно сейчас, когда гибнут дети Донбасса. Я хотел бы, чтобы сегодня вместе с нами из воронки, из немецкой авиабомбы вынимали кость этого ребенка все те, кто в России, Белоруссии и Украине говорит нам о европейских ценностях и культуре. Спросите меня, да я видел эти европейские ценности воронки. Понятное дело, что когда идет интерпретация, это воспроизводство вот этого патриотического абсолютно гомогенного дискурса. Повторение, по книге много, повторение типичных, простых образов. Но понятное дело, то что вот эти дискурсы, он не обязательно может следовать за этим аффектом. Вот, это документальные кадры с РГАК ФД 44-го года, лагерь Клауга Эстонии с сентября 44-го года. Там были лагеры военнопленные и вильнюсские, там чуть-чуть не показывать стоящих, не так важно, вильнюсские евреи и как бы их наши прорвались, за несколько дней решили всех перебить, заставили брать вот эти бревна, нести, ложись на место бревна, потом расстреливали и, скажем так, пытались сжечь. Даже еще это не удалилось, и появились вот эти весьма ужасно, шокирующие кадры. Понятное дело, что эта хроника, кстати, с одной из выставок, которая происходила, манежа, миф о войне, понятное дело, как эти кадры, которые вызывают нам возле дачи, очень сильный аффект, особенно если должен антураж, потому что я до этого никогда так не встречался с сильными кадрами по Великой Отечественной войне, их можно интерпретировать, их можно интерпретировать с точки зрения, официально, с точки зрения сволочей немцев. Это будет, безусловно, легитимная интерпретация. Вот вам ужасы нацизма, лучше говорить об этом, ниже 4-3 миллиона убитых евреев. Вот вам яркие кадры. При этом это может хроника абсолютно легитимно демонстрироваться в рамках любых европейских проектов, посвященных глобальной культуре памяти или общеевропейских дел, где также лежит в центре трагедия Холокоста. То, что уничтожение этого лагеря, где были и военнопленные евреи, это точно так же тот же самый акт Холокоста. Здесь, возможно, абсолютно иная интерпретация, но именно этот аффект он остается. Может ли быть аффект использован как манипуляция? Да, возможно, но когда подобные вещи показываются, например, манипуляция уже ограничена, это хроника, этот аффект больше, нежели манипуляция. Может ли быть используется аффект для игрализации восприятия истории, безусловно, как та же самая военно-историческая реконструкция. Но опять-таки переживание этой реконструкции внутри нее это абсолютно иное, нежели та игра, на которую приходят люди посмотреть. В данном случае сколько, 5 минут? О, так много. В данном случае приведу пример восстановления, вспоминания памяти о Первой мировой войне в России. Достаточно кратко. Понятное дело, что оно началось не буду подсказать всю предысторию, 90-х годов. Оно началось именно с этих моментов, когда есть семейная память, вот на религиях я хочу об этом узнать. Отсюда начинается развитие, люди идут в архив, развивается целое движение вот этих поясовиков, своих родственников, издаются целые каталоги, там, юридских кавалеров и так далее. То же самое реконструкция, переживание с предметом. И память вот постепенно в этих лаконах существует. Потом, когда пришло государство накануне 14-го года, когда Путин налегитимировал то, что, да, мы должны вспомнить о Первой мировой войне, то, по сути, все, что уже существовало, все эти институции на низовом гражданском уровне памяти Первой мировой войне, о том, переживание ее как счета личности, либо реконструкции, либо в рамках церковного дискурса, как возрождение, там, казачьи традиции, церковные, это все просто было объединено под общей линией политики памяти. Основная задача была не дать определение до войны, что произошло, не сказать, какой она была. Основная задача была задать эмоциональные рамки ее восприятия как нечто героическое, патриотическое. Так, две минуты уже. Мы не должны придавать слишком много внимания словам интерпретации. Например, Путин говорит о Первой мировой как о предательстве большевиков, которые украли Россию победу. Нарышкин говорил о том, что война стала проверкой на прочности страны, выдержали ее те, кто смог консолидировать усилия общества и государства. Явно здесь вопрос не о предательстве. Третий момент. Медитинцы говорят, вообще наше участие в Первой мировой войне было громадной геополитической ошибкой. Но здесь нет между ними никакого противоречия, это уже в каждом контексте встроено в общее патриотическое восприятие. И завершая последний момент, когда мы говорим про эффективную память и менеджмент истории, сегодня уже прозвучало разделение высказания перформативное и консультативное. У нас в отечественной науке по камеру лучше всего с точки зрения политологии это использовал антрополог Алексей Юрчак, когда описывая советское время, говорил, что воспроизводство вот этого советского дискуссу оно было не констатативным, никто буквально его не воспринимал, а был такой перформативный сдвиг. Вопрос в том, что когда мы говорим о прошлом, происходит наоборот и подмена понятия. Одно дело, когда мы говорим о понимании прошлого и другого дела многочисленной перформативной практики, которая выстраивает наше восприятие и дистанцию к прошлому. Безусловно, это связано с вопросом идентичности. Происходит подмена понятия, когда слова о том, что мы должны помнить о героях Первой мировой войны, да безусловно, почему бы и нет, давайте помнить, о них никто не вспоминал. Воспринимается как то, что героическая история Первой мировой войны, она и есть единственная правильная. Когда не понимается, где вот эта перформативность, где мы воспринимаем, где мы пытаемся указать, вот мы есть, вот мы соединяемся с прошлым, и где есть интерпретация. На мой взгляд, это два абсолютно разных момента, которые не нужно совмещать. Спасибо. У меня, наверное, несколько неудобный вопрос. Ну, раз уж мы выходим в публичную историю, да, то вот есть, так сказать, массовое большинство, которое вот не присутствует в Академии, и то, что вы говорите, для них разусловно ересь, как опять нападать на наши вот патриотические чувства, и так далее. А то, значит, здесь немножко другое отношение к вот этим выражениям патриотических чувств, что это опять манипуляция, перформативность, это не та интерпретация. И вот в связи с тем, тот отрывок, который вы зачитали, в связи с этим такой вопрос. Когда человек вытаскивает вот эти вот пальчики, так сказать, из пепла, он испытывает совершенно настоящие чувства. А дальше начинается вот этот вот нарратив патриотического как вы говорите, но это же ведь не значит, что он и испытывает именно вот вот эти манипулятивные патриотические чувства. Он просто пытается выразить, он пытается найти этот язык. И почему, то есть такое выражение, впечатление, когда мы об этом говорим, что мы немножко отказываем человеку в испытывании настоящих чувств, ненависти там к чему-то, и мы полностью как бы подменяем обвинением его в излишнем патриотизме, перформативном патриотизме может быть. А ведь он просто ищет язык выражения, у него нет другого языка. Он хочет выразить интенсивность, а у него не получается, он просто не знает, как еще иначе. Что-то и есть такой момент, который я хочу обратить внимание о том, что другого языка у него не получается. Хотя вот по этой книге оно очень интересно, потому что когда он пытается говорить с каких-то вот этого соприкосновения, это иной язык, нежели воспроизводство клише. Хорошо или плохо, это вопрос другой. На мой взгляд, может, и хорошо, и он искренне в это верит, но за предел этого языка клише, на мой взгляд, нужно выходить просто по той причине, что этот язык клише постоянно чем больше он воспроизводится, тем больше он утрачивает смысл и губит ту же самую аффективность. То, что если бы я зачитал исключительно вот эти клишированные отрывки, если бы сказали, ну, очередной там пропагандист пишет что-то, на самом-то деле он не пропагандист, он воспринимает и переживает. Но потом, уходя на другой абстрактный уровень, ну, да, это вопрос языка, безусловно. Спасибо большое за то, что вы сказали. Я тоже, вместе с Артемом, очень рада, что мы перешли к теме аффекта, потому что, по-моему, это очень продуктивная оптика для того, чтобы говорить о различных практиках, связанных материальным воплощением. Я бы в связи с этим хотела, наверное, продолжить то, что сказала Анастасия. Я тоже думаю, что возможно и с точки зрения исследовательской оптики очень продуктивно не разделять интерпретацию и, собственно, эффект, то есть аналитические процедуры и эффективное восприятие прошлого. И в качестве примера я бы хотела привести замечательную книгу такой американской исследователь Робетти Шнайдер, которая долгие годы изучала реконструкцию гражданской войны, и она очень подробно описывает в книге 2011 года этот свой опыт и свои разговоры, интервью, которые она там брала, и там есть очень интересная деталь. Значит, первое касается, вот вы сказали, что опыт людей, которые участвуют в реконструкциях и те, которые приходят туда, очень сильно различаются. Вот по Шнайдер получается, что не совсем, потому что, конечно, люди, которые приходят на реконструкцию, чтобы посмотреть, они в ней не участвуют, они видят, условно говоря, какой-то дым из-за леса, а в это время там происходит битва, непонятно, что они видят. С другой стороны, она задает вопрос, а в чем именно участвуют реконструкторы? То есть, означает ли, что каждую минуту своего времени, там, неся какой-нибудь динамик или передвигаясь там между разными точками, они буквально повторяют прошлое? Оказывается, что нет, и судя по этому интервью, оказывается, что, собственно, большую часть времени они не думают о прошлом или они не думают об этом. То есть, они просто повторяют какие-то действия, они знают это, они там хорошо подготовились и знают, что им нужно делать и как это выглядит, но, конечно, было бы очень странно говорить, что каждую секунду это соприкосновение с прошлым происходит. Да, я уже заканчиваю, но самое интересное как раз, что это соприкосновение происходит в какой-то момент и именно этот опыт оказывается в их восприятии решающим и оправдывает вот эти огромные затраты времени, труда, неудобства и так далее, которые происходят. И вот это вот соприсутствие, с одной стороны, очень аналитическое и такого действительно очень продуманного желания прикоснуться к истории способом, который, допустим, книги или какие-то другие материалы дать не могут и вот этого эффективного чувства, которое придает смысл тому, что они делают, по-моему, уже нарушает вот эту логику исключительной привязки к интерпретации, которая там происходит. Но вполне возможно, что после того, как они испытывают этот опыт, он каким-то образом облекается в рассказы о себе, о формах, которые они уже привыкли, которые есть у каждого человека относительно каких-то событий. И тут это уже следующий вопрос обсуждения. А вы сами вот как... Вы студент или вы закончили МГИМО? Я аспирант МГИМО. Я окончил МГИМО и Шайенко. Ага. Вот вы сами считаете аффективность политики или дипломатии это хорошая или плохая вещь? Или вы просто констатируете, что она есть? Ну, я, скажем так, склонен к тому, что считать все-таки аффективность куда лучше, нежели прямая манипуляция. Окей. А теперь я понял вас. Это моя личная позиция. Да, да, да. Теперь смотрите. Вот каждый 1 сентября День знаний и День мира в МГИМО начинается с военного оркестра уже несколько лет. Понимаете? И вот эта аффективность, она у вас точно присутствует. Теперь скажите мне еще такую вещь. Вот вы упомянули Нарышкина, Сергея Нарышкина, который до последнего времени был официальным куратором вот аффективной истории и политики. Ну, против фальсификации истории возглавлял комитет, до сих пор он очень распущен. Вот. И Нарышкин, когда он был в Госдуме, он США писал маленькими буквами с тем, чтобы показать свое пренебрежение к этой стране. Сейчас, как вы считаете, будет он писать США маленькими буквами или большими после того, как вот Трамп пришел к власти. Не могу утверждать ничего за Сергея Евгеньевича Нарышкина. А что, не работает? Я не могу за него ничего... А, ближе, Господи. Вот. Я лишь отмечу, что вопрос эффективности это вопрос, скорее, даже больше феноменологического опыта, когда вот есть восприятие и чувство, и потом она опрекается в смысл. Это именно личностное восприятие как возможность эффективности в дипломатии. Я не очень этого, в числе, понимаю, как политолог-международник. Для меня, кажется, это не совсем та сфера, где подобные вещи нужно воспринимать. В данном случае это эффективный менеджмент в истории. Мы говорим под конкретную эмпирику, которая существует. Вот она есть. И для меня этот момент очень важен. А дальше уже идет интерпретация. И вот это она есть, показать эту историю, это то, что делать сейчас с политикой памяти. И, возможно, это чувство сопричастности, это куда лучше, нежели создание устных нарративных картин. Я вот возвращаюсь к самой первой реплике, которая была сказана про язык, про клише, о том, как это плохо. Мне кажется, что здесь иногда клише способны переходить в некую устойчивую формулу, которая, в общем, инерционно, очень сложно преодолевается внутри дискурса. Я приведу небольшой пример. Я сейчас работаю в архивах с текстами 20-х годов. И на замечательном заседании партии в 24-м году товарищ Петровский, председатель Коммунистического Союза Молодежи Ленинграда говорит о том, что, цитирую, он не может допустить там, ну, неважно чего, перед всем пролетарским народом, перед партией и перед Богом, что стенографистка записывает с большой буквы. Понятно, что в эпоху антирелигиозной пропаганды подобное, как бы, клише, которое становится формулой, употребляется совершенно с некоторым другим смыслом. Собственно, мой вопрос, возможно ли, мы обсуждали это с Ушакином, на самом деле, возможно ли вот этот переход, когда ты занимаешься историей, как превращение преодолеть нарративизацию истории? Преодолеть клише? А? Клише, существующий дискурс, вы имеете в виду? Ну, да, то есть, когда существует определенный язык, описание определенных явлений. И вот когда сторис, хистерия, становится, в смысле, нарративизация превращает хистерия в сторис, или наоборот, сторис превращает в хистерия. То есть, как мы преодолеваем вот этот вот... Скажем так, я бы разделил бы вот этот мертвый клишеированный язык, например, который выделял Сандумерская, гемогенный дискурс от нескольких иных семиотических пространств, которые понимаются в классическом понятии дискурса, ну, именно, хотя бы семиологических подходов. Я сказал бы так, о том, что выйти за его пределы и изменить, наверное, было бы хорошо, когда мы говорим о неком новом чувстве, чтобы вот мы что-то чувствуем, чтобы сказать что-то новое. Тогда да. Но выйти за его пределы не то, что невозможно, потому что это акт коммуникации. Если я буду говорить на своем собственном языке, вы меня не поймете, это была проблема у многих постструктуралистов, они пишут работы, их не очень понимают, потому что они пишут очень инаково. Многие говорят, дабы Триар Бред пишет, какие-то там словеса навесил, мы это не понимаем. Это такая проблема. И любую дискурсу на то и нужно, что надо помогать осуществить коммуникации, не проговаривать то, что кажется очевидным и нужным. Ну, как бы очевидным, и это не нужно сто раз проговаривать. Ясное дело, что функционирование дискурсов, оно везде разное. Патриотический дискурс, он выступает именно как принадлежность к некому сообществу. Не воспроизводить его, значит, вы себя обрекаетесь на то, что вы за пределы этого сообщества. Например, на том же самом научном дискурсе же клеша не опять существует, но опять-таки, ну, мы же не можем всегда уходить с первого начала и проговаривать все известные вещи. Ясное дело, проблема возникает именно тогда, когда клише воспроизводится именно как клише, и вот этот смысл начинает теряться, когда он мешает выражению чего-то нового. Вот это примерно мой подход к данному моменту. Мне кажется, очень важно, что, начав говорить об аффекте и об Ушакине, в том числе, о его текстах, мы не определили, что же такое аффект, потому что есть мнение, например, у Шнайдера, что оно напрямую связано с телесностью. И мне кажется, что отдельная вот такая кулуарная тема это где проходит грань между аффектом и чем-то другим. Потому что сам Ушакин, например, я предлагаю это в кулуаре, мне кажется, это отдельная просто тема для меня. Небольшая ремарка. Обсуждение терминологии, оно всегда, безусловно, важное, проблема аффекта, аффективного поворота в историографии, это все популярно обсуждается. У Ушакина, чем хорошо, он наблюдает империю, и вот от этой империи, истории здесь сейчас, неразвлеченность, чувство и понимание, он выстраивает некую теорию, и это называют аффективным менеджментом истории. Слишком сильно уходить в терминологию, мне кажется, это было бы с чем-то, что выкидывало бы вместе с водой ребенка вот эта база, вот это наблюдение, которое оно-то важно, оно-то теоретизируется. Вот от него бы, главное, не избавиться, уходя именно в теоретические дискуссии. Да. Я на самом деле совершенно с вами согласен, просто потому, что мне кажется, и в нашем разговоре, который был в вопросах, все-таки не хватало какого-то общего языка по слову аффект. Сейчас прозвучит реплика Штепана Черноушека полевое изучение останков лагерей ГУЛАГа. Это в каком-то смысле, наверное, тоже про аффективный менеджмент. Эта реплика, как я понимаю, будет только через скайп. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень жалко, что я не могу присутствовать лично, но мы не успели оформить вовремя визу. Ну, хотя бы таким образом через скайп я хотел бы вам представить наш проект ГУЛАГ.Онлайн и нашу небольшую неправительственную организацию ГУЛАГ.СИЗ, которая была создана в 2009 году сразу после первой экспедиции на так называемую мертвую дорогу. это бывшая железная дорога Салихат-Игарка, которую строили заключенные ГУЛАГа в 50-е годы. Мы туда отправились скорее тогда еще на любительском уровне туристическом, и мы обнаружили несколько заброшенных лагерей ГУЛАГа в окрестностях города Игарка у реки Енисей. И меня очень удивило, в каком достаточно довольно хорошем состоянии находятся эти лагеря, что там сохранились здания, предметы быта заключенных, даже их письма, ботинки, шапки и так дальше. И я когда вернулся домой в Чехию, в Прагу, я думал, как это приблизить публике в Чехии, то, что там где-то в глубинке в Сибири находятся достаточно хорошо сохраненные лагеря ГУЛАГа. И что в Чехии никто не знает каким образом они выглядят в лагерях ГУЛАГа. Все знают как выглядят концлагеря нацистские, так как здесь много музеев на местах бывших концлагерей в Европе. Но никто не знает как выглядит лагерь ГУЛАГа. Поэтому мы организовали еще две экспедиции в 2011 и 2013 году опять на остатки мертвой дороги и уже ввели более подробную документацию. потом думали как это что с этими результатами сделать и решили построить такой как сказать музей ГУЛАГ онлайн где мы в интернете представили то что мы зафиксировали задокументировали мы вели панорамную съемку также очень четкое измерение сохранившихся бараков и потом искали средства как все это построить как все это сделать в позапрошлом году мы сделали краудфандинговую компанию в Чехии которая была достаточно успешной в то время это была вторая по размеру денег самая успешная краудфандинговая компания в Чехии что меня очень положительно удивило что среди чехов это вызывает эта тема такой интерес и благодаря этим средствам мы смогли построить виртуальный так сказать осмотр лагеря ГУЛАГа в трехразмерную модель которая находится сейчас на сайте ГУЛАГ онлайн также мы сделали интерактивную карту и поставили туда мы мы историю чехословацких бывших чехословацких узников ГУЛАГа на этих картах это так называемые истории мапсы там просто история и траектория каждого человека и можно смотреть на карте где он находился также мы туда поставили спутниковые карты которые мы приобрели бывших заброшенных лагерей ГУЛАГа и стараемся это как нибудь дальше развивать наш этот наш проект недавно мы на эту карту добавили около 500 мест административных администрации исправительных трудовых лагерей на основе базы данных мемориала и сейчас они находятся на нашей карте как бы уже на этих четких местах где они тогда находились также мы стараемся продолжать нашу исследовательскую работу и в прошлом году 2016 в августе два наших коллега молодых археологов из чешского города Плзень отправились в Читинскую область в горы Кодар где находятся остатки борского Ител и там они уже вели более профессиональную документацию на основе археологических технологий фотограмметрия где например на основе фотографий потом делается трехразмерная модель разных предметов и так подробнее сейчас мы это будем тоже постепенно выкладывать на наш сайт и ищем дальших возможностей как наш проект развивать мы организация неправительственная так что у нас есть определенные проблемы со средствами для того чтобы более на более профессиональном уровне все это развивать но стараемся стараемся сотрудничать с российскими коллегами и надеемся что будет и дальше получаться спасибо мы переходим к вопросам я у меня может быть будет первый вопрос пока аудитория формулирует если у вас какое-то представление анализ того кто является посетителем вашего сайта и как они реагируют на просмотр материалов которые на нем размещен да конечно мы через google analytics исследуем эти данные и конечно самое большое количество посетителей это людей из Чехии но их около 50% в последние месяцы очень повысилась повысилась визита из России что меня очень радует потому что наш проект ГУЛАГ онлайн он на в данный момент на четырех языках на чешском английском русском и даже польском и венгерском так что на пяти языках сейчас и есть также люди со всего мира можно так сказать примерно несколько сотен визитов каждый день нашего сайта и что меня очень радует это то что посетители возвращаются очень много и они находятся на нашем сайте в среднем около четырех пяти минут то есть это включает тех кто случайно зайдут на одну-две секунды так что это достаточно хорошие так сказать данные которые мы очень рады здравствуйте это Семен Шишенин мы с вами знакомы у меня к вам животрепещущий вопрос про вашу последнюю экспедицию когда вы планируете уже выложить полностью дневники экспедиции потому что дневники позапрошлогодней экспедиции пользовались большим успехом и во всех возможных средствах информации вот а дневник экспедиции в мраморное ущелье и в горы Кадар вроде бы еще не опубликован полностью вот хотелось бы знать когда он будет опубликован окончательно да я знаю мы обещали что до конца года но не успели так как опять все связано с возможностью с тем что мы решали какие-то административные вопросы мы в принципе только два человека которые могут этим заниматься и хотим этот дневник постепенно выкладывать и добавлять в каждую запись тоже и панорамные съемки или видеоклипы и все это просто стоит некоторое время которого к сожалению не хватало в последнее время но сейчас я думаю через неделю выложим уже очередную запись и в течение не знаю нескольких недель будет весь дневник опубликован и с нетерпением ждем потом русского перевода я бы хотела наверное выразить вам благодарность за то что вы делаете потому что снимая вот таким образом 3d панорамы останков лагерей вы своим образом сохраняете историю потому что если это не сделать сейчас то возможно в будущем уже никто никогда этого не увидит поэтому просто спасибо за существование вашего проекта да наверное последний короткий вопрос вы знаете я хочу вам дать совет если вы подключите литовцев то у них очень большой материал по лагерной тематике и еще один литовский язык не помешает вашему проекту и еще где вы можете достать деньги у НАТО была программа партнерства во имя мира она по-моему еще существует и вот в рамках такой духовно-моральной интеграции России с НАТО по этой программе вы могли бы предложить им софинансирование вашего проекта спасибо большое ну посмотрим не знаю как сотрудничать с военной организацией но конечно найти средства для дальнейшего развития это намного тяжелее чем отправиться просто в Сибири побывать несколько недель в тайге это для нас намного легче так сказать но стараемся и международное сотрудничество тоже очень важно в этом в этом смысле мы с некоторыми литовскими организациями мы уже в контакте и тоже думаем о том развивать этот проект и переводить на еще другие языки это одна из возможных направлений в будущем посмотрим как удастся или не удастся будем будем стараться чем в итоге закончилась ваш первый этап когда вы начали изучать мертвую дорогу потому что вы начали с Игарки а это же еще и Салихард почему я это спрашиваю потому что вот этот вот кусочек около Салихарда мертвой дороги 501 дорога занимались мои коллеги тюменские этнографы и очень активно этим занимались это было начало 2000 ну может быть 2008 2007 год то есть у них тоже есть какие-то материалы фотографии и прочее мы были были и на 501 участке в 2011 году в марте месяце и мы ездили по зимнике из города Надым до Салихарда и там останавливались у лагерей и их документировали в то время мы были в контакте с русским географическим обществом в городе Надым которое тоже очень ввело очень подробную рекомендацию лагерей на этом участке и я бы сказал что этот участок 501 он намного лучше документирован чем 503 там просто живет больше людей но так как вдоль этих лагерей там проложен зимник и сейчас уже дорога круглогодичная то состояние этих лагерей уже не такое хорошее как на 503 стройке и мы в контакте с людьми которые организовали в прошлом экспозиции на 503 и на 501 стройку и конечно мы обменяемся опытом и планами и документацией штепан спасибо большое вам спасибо павел гнилорыбов с докладом московские экскурсионные практики 2010-х годов как просветительский метод аудитория связь городской мифологии и сакральной топографии эффективность в этой секции мы рассматривали преимущественно события недавних лет в отношении которых проводить какую-то линию пока еще трудно и здесь звучали рассказы восприятий сороковых об очень сложной ситуации на сопредельных территориях России и Украины начиная с 2014 года мой доклад тогда наверное покажется таким походом зайчика в лес потому что я буду рассказывать об индустрии независимых городских экскурсий о том как они помогают формировать историческое представление в нашем обществе и о том насколько это вообще модно востребовано и нужно сейчас конкретно москвичам краеведение это вообще потрясающая штука междисциплинарная у нас давно убрали из большинства вузов историко-филологические факультеты а хорошее краеведческое исследование оно всегда рождается на стыке между знанием территории между картографией между гидрологией возможно между неплохим русским языком и историческим инструментарием так получается краеведческий труд который хочется взять в руки и в России существует только два города которые претендуют на собственное восприятие большое которое можно изучать вечно не будут обижены Пенза Саратов Владивосток Калининград но есть все-таки устоявшиеся термины москвоведения и петербурговедения и люди которые занимаются этими городами всю жизнь свои лучшие труды создают к 50 60 70 годам потому что они просто не успевают за изменяющейся реальностью я хочу рассказать как изменилась наша внутри туристическая индустрия то есть когда горожанин город исследует как турист в последние 10-15 лет если говорить о документальной базе то за последний век даже если говорить о советской школе мы накопили о Москве необычайное количество знаний которые к сожалению очень редко кем-то вводятся в оборот возникает гигантский разрыв между Талмудами памятники архитектуры Москвы уже там 16-17 том вышел общество изучения русской усадьбы которое тоже делает и потрясающие доклады и комиссия старая Москва которая то заседает на Никольской то не заседает на Никольской то возвращается в публичную библиотеку то выходит из публичной библиотеки мы сами понимаем что средний возраст участников этих уважаемых собраний 60-70 лет и в итоге все ждут какую-то молодую шпану которая придет и сотрет всех с лица земли но эта молодая шпана вызывает ряд вопросов ряд нареканий весьма справедливых со стороны старшего сообщества сейчас в московском краеведческом движении есть такой небольшой разрыв между условными 30-летними и условными 50-летними вот на 90-е пришлась большая дыра когда методология в этой области практически отсутствовала а если существовали какие-то центры то они вот именно были просто огоньками которые мерцали в ночи и держали вокруг себя 20-30-40 преданных сторонников то есть в индустрию это пока еще не выливалось советская власть подарила впервые России понятие туризма внутригородского вот как это бы странно не звучало до революции москвичи не ходили по своему городу как туристы то есть тулики могли в Москву приехать либо жители царства польского могли в Москву приехать но москвичи по общепринятым канонам знали только Кремль и Сухареву башню да вот там еще красные ворота торчат то есть они не воспринимали свой город именно как пространство для исторического изучения по крайней мере массово хотя конечно какие-то движухи и тогда существовали и какие-то институции тогда оформлялись и вот плакат кажется 1932 года начинается социалистическая реконструкция Москвы которой нужно дать подходящее обеспечение информативное и что мы видим темы пешеходных экскурсий вот сейчас вам и Москва Салтыкова Щедрина и Москва Мандельштама и Москва Мастера и Маргариты и Москва Якова Брюса какая хотите на любой вкус а тогда вам можно было Москва и Великая Октябрьская Социалистическая Революция История Развития Москвы Обзорная экскурсия которая занимала два часа Старая Социалистическая Москва тоже бегом два часа Москва Центр Мировой Культуры это уже поворот к Великой Державности который обозначился в конце 30-х годов Красная площадь Прошлым в настоящем Маяковский лучший поэт советской эпохи но это ближе к концу 40-х после письма Лили Брик и Горький в Москве Горький только что умер и сразу появилась пешеходная экскурсия ну и естественно по метрополитену о том что он самый лучший в мире и по каналу Москва-Волга о том что это самое прекрасное гидротехническое сооружение на планете все больше экскурсий по Москве не было в 30-е годы как вы понимаете а в частном секторе это практически невозможно было осуществить но если разве что профессор на свой страх и риск поведет двух-трех студентов очень-очень тихо мы знаем такие примеры но они очень немногочисленны и вот наконец наступает благословенные восьмидесятые девяностые соответственно двухтысячные годы когда мы получили относительную свободу как вы помните в конце восьмидесятых о Москве много плакались вот Нагибин написал знаменитый очерк о Москве с любовью и надеждой в Москве в молве в Москве а главное в себе восстановите сухареву башню писал Вознесенский не менее трех попыток ее восстановления точнее планов восстановления было восьмидесятые двухтысячные годы вот эти маленькие желтенькие книжечки их вышло тридцать шесть из серии история одного дома но в индустрию пока это еще не вылилось потому что в девяностые мы печатали и читали хорошие книжки но были слишком бедны либо еще недостаточно поездили по Европе чтобы понять что по своему городу можно ходить туристами и вот в начале двухтысячных годов кто из них был первым непонятно они до сих пор дерутся и оспаривают право но возникли несколько таких проектов многое лето они существуют они объединяют вокруг себя огромное количество людей это Москва которой нет с нее все начиналось это Москвоход который начинался не в онлайне еще не на первых просторах нашего Рунета он начинался в офлайне в виде таких маленьких бумажечек и в начале десятых годов мы уже можем говорить о появлении целой индустрии когда экскурсовод становится медийным лицом то есть неким просветителем который берет данные энциклопедические и преобразует их в нужную для горожан форму потому что стандартному горожанину извините иногда не всегда понятно слово дореволюционный вот меня часто спрашивают на прогулках а что такое дореволюционный тут конечно приходится учитывать и уровень немножко понижать немножко повышать всегда спрашивать дети какого класса пойдут но тем не менее люди знают две-три фамилии архитекторов восемнадцатого девятнадцатого века люди знают две-три фамилии архитекторов эпохи модерна в основном Кекушева и Шехтеля очень раскрученных но смотрите эта профессия будет нужна всегда профессия гида будет только расти население Москвы обновляется социальный опыт не передается практически вы сами понимаете что у нас скорее исключение семья состоящая из трех поколений живущих в Москве это скорее исключение чем правило и городские экскурсии и прогулки способны заполнить собой эту брешь то есть грубо говоря люди которые понаехали они будут учить тебя как быть настоящим москвичом как бы это странно ни звучало и вот прекрасный социолог Виктор Вахштайн вообще считает что самая сильная такая что ли идентичность московская у людей которые приехали около десяти лет назад в этот город и кричат не трогайте нашу плитку все ли так хорошо не все так хорошо есть за что поругать вот на второй пункт я бы обратил внимание количество хороших гидов и достойных проектов очень невелико город работает в основном на конвейерные проекты конвейерные проекты никогда не получаются хорошими а те 50-70 хороших гидов которые существуют в городе всех не покроют к сожалению желающих ну и дальше публика не рассматривает поход на экскурсию как постоянный способ проведения досуга пока по нашим оценкам годовая посещаемость независимых экскурсионных проектов в Москве 100 тысяч человек в год я не могу это сравнить с посещаемостью большого театра но думаю 100 тысяч человек это каток в парке Горького или каток на ВДНХ в течение нескольких дней так что у нас живет 15 миллионов человек и 100 тысяч человек посещений то есть когда горожане начнут рассматривать экскурсию как возможность провести досуг на следующую субботу воскресенье мы достигнем прорыва и наконец-то у нас друзья мы как раз закрыли только что то что нужно было увидеть у нас перестанут разваливаться прекрасные дома эпохи среднего рационального модерна середины 1900-х годов выйдите курить или чаю попить посмотрите напротив мемориала совершенно петербургское здание разваливается аудитория что собой являет ну во-первых очень много пенсионеров даже вот в моей скромной практике которая начиналась исключительно в социальных сетях внуки стали тащить бабушек и сейчас пенсионеров примерно половина для них это возможность за небольшие деньги получить ну довольно качественный как они считают продукт который сопоставим по стоимости с походом в театр или с походом в кино это и визуальное впечатление когда город выступает таким вот такой театральной сценой и получить сопровождение историческое дальше это искусствоведы просто интересующиеся Москвой которые переписывают прогулки того или иного экскурсовода и проводят их вторично это как ни странно гражданские активисты мы в топографии террора проводим очень много прогулок на такие можно сказать на острие общественно политические темы но у нас не возникало надеюсь пока проблем с властями и посещаемость наших прогулок касательно сложных проблем 20 века постоянно растет городская молодежь как ни странно как бы хихоньки хахоньки мы это не воспринимали очень многие сначала отправляются на разведку на экскурсию а потом пересказывают то же самое девушке на свидании и проценты завоевать эту девушку значительно растут очень сильно растут ну и еще это вариант семейного досуга когда вся семья папа мама и любознательные детки 14-16 лет выбираются целыми компаниями иногда по 12 человек до 0 минут понимаю еще расскажу что у нас сложного простите пожалуйста есть сложная парадигма между искусствоведами и сторонниками технологического уклада между физиками и лириками вы же понимаете что Маргарита Владимировна Щекина будет рассказывать посмотрите на это прекрасное здание в стиле зрелого модерна где ангелочки пути которая явно наследует традициям французского рококо она не будет рассказывать как здание устроено внутри и какие там перекрытия деревянные как там устроены камины дымоходы какая там площадь комнат естественно инженеры ее будут презирать и для инженера царство упорядоченности это скажем депо подмосковное которое недавно привели в порядок и это такой образцовый николаевский вокзал конца 19 начала 20 века это те же физики лирики подход ни разу не изменился экскурсии развиваются в разных направлениях если раньше это были просто тематические походы то сейчас идет освоение надземного пространства по крышам в Москве крыш мало но найдем освоение подъездного пространства очень многим интересны устройства подъездов какие там скажем виды метлахской плитки они все вполне давно классифицированы конечно освоение подземного пространства это не вполне законно но многим интересны и подвалы и старые коллекторы многочисленных рек которые под Москвой существуют экскурсия паломничества тоже развивается при каждом монастыре практически есть экскурсбюро где есть часть светской информации часть религиозной информации заказывай какую угодно как ни странно экскурсии по окраинным районам есть целые проекты которые специализируются на Гальянова восточном Бирюлёво и северном Чертаново потому что уже есть люди которые понимают что ну не все советские панельки настолько однообразны как мы привыкли думать вот начиная с 90-х годов панельки знаю что ушел минус далеко панельки это очень интересно уже вышли первые буквально недавно путеводители по советскому модернизму друзья это очень интересно это невероятно интересно и это научно пока еще не разработано погружайтесь в эту тему если вам близка история архитектуры дальше профессия экскурсовода которая раньше могла быть ну сугубо прикладной все чаще выходит в медийное поле современный экскурсовод это скорее просветительский деятель общественный деятель который не может вести стоять в стороне от политики он обязательно ведет блог он обязательно высказывается там на телевидении по острым социальным вопросам но извините не может экскурсовод который любит Москву не высказаться по вопросам восстановления кремлевских соборов или сноса последних домов варварки мы знаем что этот снос остановить невозможно никакими законными методами но хоть как-то постоять с плакатиком и хотя бы своей собственной совести сделать хорошо он может да появляются новые форматы за которыми будущее во-первых это экскурсии реконструкции у нас такая сложная история и Москву столько раз перестраивали что вот даже обычный фотоколлаж Тверской площади где стояли три памятника сначала Скобелев его восстановили но не совсем так возле Академии Генштаба это памятник Свободы Обелиск ну и традиционно Юрий Долгорукий который уже стал открыточным 54-го года вот людям интересно как оно менялось вот Мандельштам писал что площадь меняла прошу прощения Эренбург Эренбург писал что площадь меняла людей как неверная жена мужей вот три памятника на одном пространстве это же много говорит и о том что у нас в головах и о том что у нас в клозетах дальше будущее прошу прощения я могу вас не прерывать но тогда вы съедите остатки своих вопросов да наверное да есть экскурсии в будущее мы же с вами не представляем сколько всего наплодили и нафлодили советские архитекторы в 20-30-е годы Хан Магомедов описал далеко не все и поэтому вот это Красная площадь это проект наркомтишпрома архитектора Фридмана очень талантливого метростроевца вот это вместо ГУМа нас могло бы встречать да и еще скажу буквально два слова о том что 70% вот даже независимых казалось бы проектов они очень недобросовестные я не буду называть имен но буквально прошелся по сайтам смотрите Коломенское вы своими глазами увидите следы строительства древнего подземелья откроете тайну расположения входа в подземный город и постигнете секрет сокрытия библиотеки Ивана Грозного вы своими глазами увидите место принесения жертв древним богам древние капища Перуна и постигнете главные тайны старинных обрядов свечения над Коломенским вы раскроете и эту тайну о чем умалчивает телевидение узнаете только вы мне кажется даже телеканал ТВ3 об этом умалчивает Москва масонская это просто анонс экскурсии где сейчас находится масонская ложа Москвы жилой дом на Таганской площади с обелисками в честь поклонения богу солнца дом где в 96 году была образована великая ложа России кто такие масоны и зачем они оставляли знаки об антимасонских репрессиях о влиянии масонства на большевистскую идеологию символику что означает пятиконечная звезда серпа молот на красном флаге сталинские высотки классика абсолютная дело в том что материалов о них из-за особого контингента при строительстве рабочая сила в основном заключенная во многом заключенная материалов мало даже инженерных поэтому начинается дрянь где находится вход в метро 2 почему возле МГУ зашкаливают счетчики Гейгера зачем нужны морозильные установки где по сей день замурована бронзовая статуя Сталина эту чушь вам расскажет любой первокурсник точнее третий курсник который обитает в здании Московского университета главном на Воробьевых горах Москва мистическая смотрите это тоже последний анонс вы отгадали вы совершенно правы что такое зодиакальная карта Москвы какие тайные магические знаки скрыты в архитектуре столицы где располагались древние капища и что он стоит на этих местах сейчас чем грозит призрак черного лимузина это призрак Берии сразу скажу а чем призрак злодейки Салтычихи где можно встретить черного кота ну сами понимаете кто скрывается в дремучих подземельях дома Шереметьево и чей образ является питомцем клиники Склифосовского перед смертью честно не могу сказать вот про библиотекаря Рубакина десятки вариаций а кто является питомцем клиники Склифосовского не знаю где находится самый страшный театр в Москве в нем по сей день по узким ночным коридорам ночным коридорам бурят таинственные призраки величайшего режиссера и гениальной актрисы кто такой чернокнижник Брюс традиционно и каким образом призрак Ленина появился в его кабинете еще до того как умер сам Владимир Ильич простите за несколько фривольный стиль этого даже не доклада а скорее просто констатации того что есть на данный момент и мы вместе можем сделать городские экскурсии лучше полезнее и в общем в головах у жителей Москвы останется многое и останется прекрасное и величественное историки изменим лучшее к прошлому изменим прошлое к лучшему спасибо большое спасибо вопросы мы тогда переносим в кулуары к сожалению у нас есть 15 минут перед началом следующей секции мы начнем соответственно в 13.15 субтитры 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 Продолжение следует...